Вопросы пятничной и открытой лекции здесь и там. Напоминаю, что здесь вы можете громко и уверенным голосом задавать вопросы. Напоминаю, что те, кто там, или вы в следующий раз будете там, в смысле в интернете, у нас на главной странице сайта прямая трансляция, там каждую неделю в 19 сентября можно смотреть трансляцию, но здесь интереснее. Здесь лучше видно, и лектора можно помучать вживую. Вот, соответственно, там тоже можно задавать вопросы. Доступ на лекции открытый. Если вы читали при селинном полдонейшн, на выходе будет стоять вот этот объект киевского искусства. Если вам понравилось, вы сможете здесь оставить благодарность на корм птицам и преподавателям. Делитесь бы. Вот, все, я пошел, уберу вот это, вернусь. Я буду сегодня оператором трансляции и буду озвучивать вопросы из интернета. Хорошо. Катерина! Спасибо. Очень-очень приятно, что вы здесь собрались. Сегодня столько много лиц и глазок. Я надеюсь, что сегодня будет интересно. Не уверена, что я уложусь в три часа, но я очень постараюсь. У нас с вами сегодня речь пойдет про фотографию, чем мы все с вами занимаемся. А также речь пойдет про документальность как свойство фотографии. Ну и, соответственно, ее некую противоположность. Это недокументальность, постановочность или то, что называется док и андок. И вы уже, ну, сами того, может быть, не задумываясь об этом, вы уже выбрали ту или иную сторону, на которой вы сегодня будете находиться в силу того, куда вы сели. Ну, так просто случилось, что вы сели на сторону недокументального, вот, а вы, соответственно, на сторону документального. Вот тут вот такие бумажечки висят. И это та самая граница, которая сегодня будет разделять нашу фотографию, искусство, кино, недокументальное, постановочное, игровое от документального. Ну, на самом деле, ничего страшного, даже если вы вот бежать срочно, менять местоположение, совершенно не обязательно, поскольку мы с вами будем сегодня путешествовать. Мы сегодня будем путешествовать между, точнее, с одной стороны границы на другую, поэтому, где бы вы ни находились, вы все равно находитесь на территории фотографии. Но прежде чем начать наше сегодняшнее путешествие, давайте немножко с вами подумаем, что же такое документальное. Ну, что, вот первое приходит вам в голову, когда вы слышите слово «непостановочность». Какие синонимы, может быть, да, какие ассоциации у вас вызывает это слово? Только не думайте, долго. Долго. Как было? Первый момент. Непостановочность. Непостановочность, то есть от обратного отрицания, так. И отсутствие ретуши. Отсутствие ретуши. Так вот, очень глубоко. Так, еще. Как было? Непостановочно. Реальность. 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 Документальность, реальность. Давайте, давайте, давайте. Правдивость. Привязанность к факту. Привязанность к факту. Констатация факта. То есть документальность этот факт, такой факт правдивый, реальный, непостановочный. Еще какой? Достоверность. Ну, много всего. Так, отлично. Ну, мы с вами обо всем, вот о чем вы сейчас говорили, мы с вами об этом сегодня будем говорить все три часа практически. Вот, но поскольку я одна, героев у нас с вами сегодня очень много, вот у нас, смотрите, сколько героев, и все они очень разные, мне нужно будет, чтобы вы мне помогли. И на время лекции в какой-то момент перевоплотились в этих героев. Можно сказать, примерили на себя их роль, их шкуру, немножко примерили и сказали потом, как вам в этой шкуре живется. Вот, выбирать героев мы будем очень просто, вытягивая бумажку. Ну, скажу сразу, что мальчиков здесь, здесь, в шляпе намного больше, чем девочек, в отличие от, ну, соответственно, распределения полов в аудитории. Поэтому тянуть будем просто. Я думаю, что, как бы, девочкам попадутся мальчики, ничего страшного. Ну, кто совсем не хочет участвовать, вы... И бумажек много, да? Значит, на бумажке написано ваше имя. Сначала посмотрите, как вас зовут сегодня. Вот тут написано, да? Внизу, по-прежнему. Ну, да, или вот большими буковками написано на обложечке, да? Вот, например, философ Олег Раксон, познакомьтесь. Бросай, известный фотограф. Вот, вот, вот. И, соответственно, я вас буду во время лекции ее вызывать. То есть, говорить, а вот сейчас... Если вы окажутся подготовленными театрами мальчиками. А вот там все написано, что вам нужно говорить. А вот все написано. Отлегчаю. Очень поздно. Сюда, куда вам? А, я не понимаю, что там, ну, да, нормально. Восстание мало. Маленький щеколки. А, симпатичный. Там есть желающие? Давайте, давайте, давайте. Самую большую бумажку. Нет. Не серьезно. Мы с самым любимым. Мы с самым любимым. Ну, я бы уже с самым любимым. Ну, прошу тебя, чтобы попасть. Все, все, заправим. Ну, ладно, зайдите. Ой, я длится. Ну, надо кому-то отдать. Отдайте соседу. Самое главное, прочитайте, как вас зовут. Ну, в смысле, кто вы сегодня, да? Да, кем вы сегодня будете. И я в какой-то момент на лекции, ну, то есть будет лекция, лекция идти, ну, точнее, наша сегодняшняя встреча. Я буду говорить, а вот сейчас нам скажет слово, там, бросай. Встает, бросай и читает то, что у него написано на листочке. Ну, прежде чем мы перейдем к вашим героям, мы сейчас с вами немножко еще поиграем в одну маленькую игру, которая называется... Представьте, кто из вас любит снимать на видео? Можно на телефон? Ну, в смысле, телефон на видео. Вы любите снимать на видео, да? Окей. Значит, просто у нас... Я предварю немножко, почему речь пойдет о видео. Потому что вообще понятие документальный появилось применительно к кино. И поэтому какая-то небольшая часть лекции у нас будет идти разговор про кино, про кинематограф, про первые фильмы, которые назывались документальными или не назывались таковыми. Поэтому мы немножко с вами сейчас поговорим про кино. И вот наш режиссер-документалист, документалист до мозга костей, вот, который занимается документальным кино. И он... Ну, мы сейчас с ним немножко поговорим. Вот вы сняли документальное кино, мне показали. И я вам говорю, вот я не верю, что все так было. Вот в каком-то вашем фильме я не верю, что так было. А вы пытаетесь мне доказать, что так и было все. Да, приводите аргументы. Все было так. У меня есть записи. У меня есть записи. У вас есть записи. Хорошо, неужели вы ничего не добавили? Нет, ничего не было. А как же себя с камерой? Был. Да, так. Только что вы мне сказали, что ничего не добавили. А теперь говорите, что все-таки добавили себя с камерой. А как добавили? Или процесс? Нет, процесс. Ситуацию вы же себя добавили с камерой. А вы говорите, что ничего не добавили. Ну, тогда намного чего добавили. Вы тогда сами себе противорит. Только что вы мне говорили, что ничего не добавили, все так было. А теперь говорите, что добавили себя, и на самом деле все было не так. На самом деле, да. Вот, видите, мне понадобилось 10 секунд, чтобы переубедить человека. Ну, на самом деле, это такое... Что же делать? Да, мы всегда добавляем себя с камерой. Можно выйти из положения, как герой фильма «Лиссабонская история». Он установил скрытые камеры в мусорные бачки. И таким образом снимал город. Да, это фильм Вима Вендерса «Лиссабонская история», который рассказывает о таком человеке, который пытался как раз снять кадры, к которым бы он не имел никакого отношения. Если вы хотите знать, чем все закончилось, посмотрите фильм. Можно выйти из положения следующим образом. Можно снимать пейзажи. Ну, тут тоже, Гейсенберг бы тоже придрался к вам. Давайте попробуем по-другому, да. Можно подойти со стороны не съемочного процесса, да, а того, что происходит в кадре. Вот, у нашего... Как вас зовут? У Алексея, нашего известного режиссера-документалиста. Предположим, вот у нас сейчас с вами идет, ну, можно сказать, некое документальное кино снимается, да. Ну, правда, снимается меня, а можно как-то на зал повернуть? Можно, да? Ну, вот, например, туда, на ту часть зала. Друзья, посмотрите, пожалуйста, какая замечательная рыжая штука висит вот на той стене. Да? Вы все посмотрели туда. Ну, как бы, это постановка или документальное кино? То есть, это моя задумка, ну, в том смысле, что у нас сейчас с вами идет съемка, и это, ну, вполне в рамках документального кино. Я попросила вас посмотреть, вы посмотрели. Но чем это тогда отличается, там, от любого игрового кино, того же Робера Брессона, например, да? Я имею в виду, кино у него было без звука, и поэтому он просил повернуть голову, точно так же, как я просила повернуть голову у вас. Документальное кино – это или постановочное? Видите, сколько сразу вопросов, и не очень понятно, на какой стороне мы оказываемся, и даже сам наш режиссер-документалист запутался, на какой стороне он сидит. Хотя, вроде, сидит на документальной, но в течение десятисекунд моего допроса выяснилось, что вполне возможно, что ему надо перейти на ту сторону, где же он сидит. Непонятно. Поэтому мы сейчас с вами посмотрим несколько фильмов, самые ранние фильмы, которые были в истории кино, и самый первый, в частности, это «Прибытие поезда на вокзал Лосьота». Фильм «Братьев Лемьер». Так. Ну, сразу скажу, что этот фильм произвел совершенно... Вот, мы сейчас и посмотрим, и я для этого его показываю, чтобы посмотреть... Тебе не надо стрелять. Я же уже вроде... А, я уже вроде открывала эту папочку. Так, вот у нас Лемьер. Тебе не надо стрелять. А, я уже вроде, но... Субтитры подогнал «Симон» 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 Окей, на самом деле... В смысле, стоит, но так положено. Я не посмотрю. Они не шевелятся еще, да. На самом деле, Мельесу не разрешили снимать коронацию Эдуарда 7. Но при этом снять ее нужно было. Что сделал Мельесу? Он же был очень умный. У него была декорация с фоном Винсминстерского аббатства. Он же был грандиозный режиссер. Он натянул декорацию с Винсминстерским аббатством. На роль короля позвал мальчика, который работал в прачечной. Сделал его королем. В общем, поскольку было досконально известно, как происходит это действо, он, соответственно, все полностью срежиссировал, сделал это постановочным. И представляете, уже в 1908 году состоялась первая онлайн-трансляция, потому что зрители увидели коронацию одновременно с тем, в тот же момент, когда она происходила на самом деле. Вот. Скажу даже больше, на следующий день после коронации сам Эдуард VII посмотрел фильм Мельеса про свою, ну, типа, свою коронацию и остался доволен. То есть это мальчик? Это, ну, работник прачечной, да, который по возрасту и по внешнему виду был похож на самого Эдуарда VII. Вот вам, пожалуйста, правдивость, достоверность, и теперь мы с вами плавно перейдем к первому документалисту. Ой, пардон. К нашему первому документалисту, с именем которого и связанное слово документальный. Это Роберт Флаерти, который известен своими несколькими фильмами. Почему он с ним связанно слово документальный? Потому что про его фильм «Маана», кусочек из которого мы сейчас посмотрим, режиссер Джон Грирсон, с которым Флаерти работал в Шотландии, он написал про него статью. И относительно применительно к его фильмам, применил впервые понятие документальный, чтобы отделить фильмы, как он читал, да, непостановочные, которые исследуют реальность, ее запечатлевают, от фильмов голливудских, постановочных. Он очень хотел их отделить, и поскольку сам занимался документальным кино, ему очень хотелось это сделать, провести такую границу, да. И именно в 1926 году эта граница была проведена. Но, внимание, так. Сейчас я подсмотрю минуту. Фильм «Маана» посвящен жизни полинезийских индейцев. Роберт Флаерти долго жил среди них, вместе со всей своей семьей, и снимал их жизнь. Сейчас мы с вами смотрим обряд татуирования этих индейцев, и обряд, вот это главный герой фильма, юноша, которого зовут Маана, по фильмам, да, но уже здесь начинаются всякие странные вещи. На самом деле, юношу зовут не Маана, а зовут Вода Авалу, ну, в реальной жизни. Вот. Обряд датуирования индейцев к тому времени, когда Флаерти снимал этот фильм, уже 60 лет, извините меня, как вообще не применялся. Но специально для фильма этот обряд был воспроизведен точно так же, как он, ну, и проводился 60 лет назад, с того, в той же точности, и все происходило на самом деле. Бедного юноша, юношу Тавалу татуировали, и он испытывал точно такую же боль, как и его предки 60 лет назад. Но вот эта ситуация была с режиссером. У нас, у нас начинают отваливаться наши инквизиты. Ну, и сейчас мы с вами посмотрим еще кусочек из самого известного, наверное, фильма Флаерти, Благодаря которому вообще появилась эскимо. Ну, то есть фильм «Нану», он рассказывает о жизни эскимосов, и после этого фильма появилось мороженое эскимо. Ну, в смысле, название. Ну, здесь тоже Флаерти обучал эскимосов аутентичным способом ловли рыбы, которые к тому времени они уже забыли. Разрезал иглу, чтобы показать, как они живут. Но мне хочется вам показать другой момент. Вот этот. Нану первый раз в своей жизни увидел громохол. До этого он никогда его раньше не видел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, видите, что он в пластинках ассоциирует... Ну, тоже, как ее опознать, попробовать? Попробовать на зуб. То есть, еда, да, первое. Ну, и на самом деле, этот фрагмент, чем он примечательен? Что в нем такого вот интересного? Да, да, он реагирует на этот граммофон, да, он смеется, он как бы не понимает, что это такое, он смеется, и этот смех, это и есть та самая достоверность, да, которая делает этот фрагмент притягательным. Это знакомство на муха с, ну, неизведанным неким предметом, то, как он его грызет, как он смеется в ответ на незнакомый предмет, и есть та самая достоверность, документальность происходящего, да. А то, что там все вот эти, ну, то, в чем Флаерти всегда и обвиняли, первого документального режиссера, в том, что его фильм, в общем-то, постановочный, на самом деле, мне лично кажется, что это неважно в данном случае. Хотя, сними Флаерти свой фильм там на 20 лет, на 20-30 лет позже, то, безусловно, он с этой стороны уже переехал бы на ту, и проходил бы фильм под разрядом постановочное кино, и на известных всем ресурсах лежал бы именно в этом разделе. Вот. Но мы с вами плавно переместимся на территорию фотографии, и несмотря на то, что считается, что понятие документальное впервые появилось применительно к документальному кино, и было написано в 1926 году Джоном Грилсоном, есть другая точка зрения, что понятие документальное появилось вместе, ну, практически вместе с появлением, изобретением фотографии, и, в общем-то, являлось синонимом реальности как таковой. И считалось, что фотограф, да, фотограф, кто у нас будет сегодня фотографом? Давайте вы. Как вас зовут? Юрий. Юрий. Значит, вот мы с вами люди, которые хотим увидеть что-то, да, и у нас Юрий, есть Юрий, фотограф, которого мы объявляем своим делегатом, и отправляем в Париж снять какой-нибудь памятник архитектуры. Юрий едет в Париж, снимает памятник архитектуры. Мы считаем, что реальность, документальность – это равенство. И мы, Юрий привозит нам фотографию, мы ее проявляем, печатаем, пластины. Вот, Юрий нам показывает, и мы видим на фотографии Юрия памятник архитектурный и рядом кучу мусора. Да, то есть мы верим, что точно, точно это и памятник, и куча мусора, это и есть, потому что мы полностью верим в нашу легату. Для нас все, что изображено на фотографии, нас там, жители середины 19 века, это равенство работает. В частности, представлена фотография одного из первых документалистов, если говорить в этих сервинах, Джона Бисли, археолога, который очень много снимал в археологических экспедициях, и один из первых, кто начал, ну, по-своему разделять документальные кадры, на которых были сфотографированы памятники архитектуры, от более художественных, по его мнению, пейзажей. Но иногда он сам, ну, как бы, об этом писал, есть свидетельство. Ну, так случалось, что на фотографии его документальные попадали какие-нибудь пальмы или деревья, и он не знал, в какую папочку положить. В частности, вот эту фотографию он не знал, куда положить, документальные или художественные, потому что тут закралось... Ну, очень быстро столкнулись фотографы, и вообще мы с вами, люди, со следующим явлением. Поскольку тогда, как раз в те годы, по Франции стали создаваться комиссии по реставрации памятников архитектурных, поскольку члены комиссии, ну, сами вот, ну, куда они поедут, зачем? Есть же фотографы. А реальность, документальность, равенство работают. Вот мы отправим фотографов снимать эти памятники архитектуры. Они нам привезут фотографии, и по этим документальным фотографиям мы определим, нужно ли выделять деньги, средства для реставрации этих памятников. Вот у нас Юрий и компания, да, наши делегированные фотографы, едут снимать памятники архитектуры и привозят нам такие фотографии. Можно ли по этим фотографиям определить, нужно ли выделять средства на реставрацию или нет? Довольно сложно. Довольно сложно, потому что что делают фотографы? Они приезжают... Что делает Юрий, который, например, Андрей Лисек, да? Он приезжает на место, видит памятник архитектуры. Он приезжает, ну, предположим, к этому памятнику во время заката. Он видит, как красиво падает солнышко на статуи. Он начинает выстраивать композицию, выделять элементы, которые ему нравятся, и фотографирует то, что он хочет фотографировать. И привозят эти фотографии членам комиссии. Члены комиссии смотрят и не понимают, выделять деньги или нет. То есть у нас уже потихонечку начинает проявляться, выступать Юрий или Андрей Лисек на первый план. То есть сам фотограф, он уже выбирает, что ему снимать и как показывать. Таким образом, уже здесь это равенство, документальность равно реальность, перестает работать. Ну, именно здесь и начинается все самое интересное. Одним из первых наших таких больших героев будет Эжена Дже. Кто у нас Эжена Дже? А, нет, у нас не Эжена Дже. У нас просто нет. Эжена Дже, он сам очень любил про себя ничего писать, рассказывать. Про себя он говорил, у него была небольшая студия, на которой было написано «Эжена Дже – документы для художников». Он вообще очень гордился тем, что он делал фотографии, фото, ну, вот говоря с временным языком, он не считал это за что-то такое, за все, что такое очень важное. Он считал, что он помогает художникам избежать дополнительной работы и очень этим гордился. И поэтому на его дворе висела табличка «Эжена Дже – документы для художников». Вот, и сохранились воспоминания о брожении Адже Манрея. Поэтому Манрей, пожалуйста, Манрей, идите к нам, расскажите нам про Эжена Дже. Манрей опубликовал один раз вот эту фотографию Эжены Адже в своем журнале для сюрреалистов. У него были альбомы. Он печатал маленькие кадры, вывешивал их за окно на задний двор, просушиться на солнце. А как только получались снимки, складывал их в книжку. Можно было прийти к нему, купить снимок за пять франков, а он делал новый. У него их были тысячи, он много фотографировал. Про себя он говорил, что лишь делает документы для художников. В 20-е годы я напечатал пару его работ в журнале «Сюрреалистов». Например, толпу людей, стоящих на мосту и наблюдающих за отмением. Тогда он попросил меня, не подписывай там мое имя. Это всего лишь документ. Вы согласны? Нет. Почему? Фотография — это не документ? А, я не согласна с тем, что имя не надо подписывать. То есть все-таки нужно, чтобы знали автор. Почему? Ну, то есть фотография одного автора отличаются от фотографии другого, да? Да. Я думаю так. И кто и другой. И документ, может быть, и не документ. И что еще? Почему не документ? Ну, это все равно видение человека, который делает кадр. Всегда он приносит что-то с собой. Взгляд. Ладно, не буду вас мучить. Спасибо. Но это вот воспоминания Манрея по Жене Адже, с которым они очень много общались. И как нам уже сказал Манрея, он напечатал его одну работу, которую, например, я очень люблю, как люди смотрят на затмение в журнале для сюрреалистов. Но, может быть, наиболее интересно и полно про Жене Адже написал Вальтер Беньямин. Пожалуйста, пожалуйста. Возвращение уникальности длительности также тесно соединены, как мимолетность и повторяемость в репродукции. Очищение предмета от его оболочки, разрушение ауры представляет собой характерный признак того восприятия, у которого чувство однотипного, относительного ко всему в этом мире, настолько выросло, что оно с помощью репродукции добивается однотипности даже от радикальных явлений. Аджей почти всегда проходил мимо величественных видов и так называемых символов. Но он не пропускал длинных ряд сапожных колодок, не проходил мимо парижских дворов, где с вечера до утра стоят рядами ручные тележки, мимо неубранных постких столов или скопившихся в огромном количестве грязной посуды. Мимо борделя на незнакомой какой улице в доме номер 5, о чем свидетельствуют огромные пятерки, которые красуются на четырех разных местах посадок. Как ни странно, на этих снимках почти нет людей. Пусты ворота порта Теаркеево-Бастеорна, пусты роскошные лестницы, пусты дворы, пусты террасы-кафе, пусты, как обычно, площадь Пласта-Тюрн. Они не пустыны, а лишены настроения. Город на этих снимках очищен, словно квартира, в которой еще не въехали новые жильцы. Вальтер Бениамин, правда, историю Патареево. Спасибо большое. Ну да, Бениамина, конечно, немножко сложнее читать, чем Монрея. Вот, ну, похож, правда? Чем-то похож, похож, да. Вот, пожалуйста, у меня Вальтер Бениамин. На самом деле здесь Бениамин говорит об одной очень важной вещи, что изменяется с появлением фотографии вообще в понимании документа, да. Эту тему, наверное, наиболее полно раскрывает французская бабушка французской новой волны, ее так называют, Аньес Варда. Такая очень бойкая бабушка, очень классно выглядит до сих пор. Вот, ну, она сняла, не помню, в каком году, ну, в общем, где-то там в 60-е годы, она сняла фильм, который называется «Улисс». Мы с вами, к сожалению, не имеем сейчас возможности его посмотреть, а в 86-м году, кажется, да, фильм называется «Улисс», и он рассказывает нам о том, о фотографии с голым мужчиной, мальчиком и мертвой козой, которую Аньес Варда сняла 30-ю годами ранее. Фильм небольшой, он всего 20-минутный, он легко находится в гугле по запросу «Аньес Варда Улисс», и я вам немножко быстренько сейчас расскажу, о чем суть. То есть Аньес Варда спустя 30 лет после того, как она сделала эту странную фотографию, она показывает эту фотографию изображенным на ней героем, то есть мальчику и мужчине. Ну, понятно, что козе ничего не покажешь, да? Вот, и она спрашивает у героев этой фотографии, что они помнят про тот день. Оказывается, что ни один из них ничего про тот день вообще не помнит. Мальчик помнит, что у него болело колено, а мужчина помнит, что Аньес все время заставляла их позировать голыми, и больше ничего. То есть вообще этот фильм в первую очередь открывает нам одну очень интересную особенность фотографии документировать забытое. То, что помнится, остается в памяти, а то, что оказывается забыто. И про этот фильм, в частности, очень подробно написал философ, наш русский философ, москвич Олег Арансон. Олег Арансон, пожалуйста, в студию. Документ, документ, это то, что удостоверяет некоторые события в прошлом, но также и то, что сохраняет память не о событии, а о запрении событий. Это след улика нашей неспособности помнить себя и нашей включенности в рассказываемые истории, замещающие собой забытым. Вы согласны, что есть какие-то фотографии, которые вам приходят на ум, глядя на которые, вы, например, не помните, что на них изображено? Обычно, да, мы как раз вспоминаем уже после просмотра фотографии то, что было в этот день, и она получается действительно как поливка, доказательство того, что вообще этот день был, и что я был в этом дне. В этом плане я согласен. То есть, а вы верите, что это на самом деле было? То есть, фотография является для вас неким подтверждением того, что это правда было, да? Если это было про меня. Да. И у меня все равно осталась какая-то частичка его дня. Просто я потом уже вспоминаю. Вот. Ну, обычно люди все равно забывают, как в блокноте мы записываем, что потом вспомнят фотографию, и точно такая же запись. Но фотографию уже можно подделать. Ну, тогда уже будет футболка. А это правда я. Ну, тогда уже будет такой вот внутренний диалог. Внутренний диалог. Помню, не помню, да? Мое, не мое. Да. А если, например, какое-то событие, ну, вот в вашем детстве, оно не подтверждено фотографией, оно кажется менее реальным, чем то, которое подтверждено фотографией, или нет? Обычно, да. То есть, фотография все равно, она кажется нам изначально более документальной. То есть, больше верится, что это было, да? Да. В конце случае, там же я. О, в конце-то концов. Значит, было, да? Значит, было. Если даже я откуда-то и другой, и там какой-то монтаж, да, на фоне, как декорации, ну, все равно это я. О времени. Я похож. Значит, что-то здесь все-таки есть от того. Времени, а пусть, может, и вымышленно. То есть, все, вымышленно, нельзя. Все выдумать нельзя. Отлично. Спасибо. На самом деле, этим очень часто пользуются люди. Есть несколько фильмов, не помню, как я зовут, когда специально людям, которые не помнят какие-то моменты жизни, конструируют ложные воспоминания при помощи фотографии. С ними же, да? И этим можно пользоваться. Ну, и на самом деле, нам кажется, что те воспоминания, которые не подтверждены никакими документальными фотографиями, они кажутся несколько менее достоверными. В частности, я могу сказать про себя, да? То, что мне... Я верю, что то, что мне рассказывают родители, на самом деле, было, случилось. Но, когда не остаются фотографии, все-таки что-то, что-то здесь не так. Ну, так уж устроен наш мир, наш мозг, наш фотографический уже мозг, который хочет подтверждения, документального подтверждения. Несмотря на то, что, как мы с вами уже увидели, что такое документальная фотография, вообще пока не ясно. Пойдем дальше. Ну, это мы так, небольшое отступление в сторону. У нас следующий герой, замечательный фотограф Пол Стрэнд. Пол Стрэнд. Здесь все на вещи. Пол Стрэнд, к нам, к нам. Скажите нам, пожалуйста, что значит в вашем понимании заниматься документалистикой? Можете немножко подвинуться, чтобы мы как раз смотрели ваши фотографии, пока вы нам рассказываете. Пол Стрэнд. В моем понимании заниматься документалистикой значит проявлять интерес к жизни вокруг, ко времени, в котором живешь, к тому, что происходит в современном тебе обществе, что происходит с окружающими тебя людьми. Очень часто то, что называется искусством, не принимает в расчет подобную позицию. В целом, мне интересны художники, увлеченные действительностью во всех ее проявлениях, а не замыкающиеся исключительно на своих русских предпочтениях. Мне близки те, кто в большей степени интересуется тем, что происходит в ней и в самих. Окружающая нас действительность – это главный источник всего лучшего в искусстве. Это неиссякаемый источник всего нового. Вы согласны с ним или нет? Да. Как вам? Шкура полоска? Подходит или не очень? Да, в таком случае я сейчас не понимаю, в итоге он документалист, или... Сам он документалист. Мы сегодня говорим с вами про тех, кого мы, ну, словно говоря, с вами документалисты. Да. Что да? Я разделяю мнение. То есть вы тоже проявляете интерес... Ну, то есть для вас документалистика – это проявление интереса к жизни вокруг, да? Да. Да. К современному миру, к жизни вокруг, к людям. Ну, а не только к тому, что у себя в голове там происходит. Ну, а в конце жизни Полстренд очень увлекся исследованиями природы. Вот, Полстренд у нас увлекся и снимал вот такие... Мне очень нравится его серия таких, ну, даже не пейзажей, да, А вот он находил в природе какие-то небольшие мини-композиции и выстраивал, ну, условно говоря, выстраивал из них композиции. Очень-очень красивые. У него уже стирается грани между документальными художниками. Да, мы уже... Мы уже, по-моему, в самом начале. Очень ярко. Да. Стирается. Как-то, как-то так. Ну, он и сам говорит, что в целом не интересны художники, да, увлечённые действительностью, да? Он уже не разделяет, условно говоря, да, документалистов и искусство, как это видно из его слов, ну, из его фотографии. Здесь соседствуют портреты, ну, условно говоря, пейзажные натюрморты. Следующий наш герой, который родился в Венгрии, он... Сейчас мы посмотрим, что он вообще делает такое необычное, да? Он вообще его зовут по-другому, зовут его Дьюла Халас, хотя вошёл в историю он под именем Бросай, и мы его знаем как Бросая. Вот, это его автопортрет слева, а то это... а справа это тоже автопортрет. Ну, только слева это художественный, а справа фотографический. Вот, и прославился Бросай своими сериями ночного Парижа. Наверняка вы видели такой портрет ночной жизни Парижа. Бросай. Кто у нас Бросай? Бросай, где у нас Бросай? На Клопусе. О, похож, похож, да. Фотографии нельзя выразить в себе прямо, только через оптику, физические и химические процессы. Фотографии мне как раз нравится подчинение объекту и отрицание себя. Что особенно необычно, так это то, что, несмотря на подчинение и самоотрицание, личность фотографа виднеется сквозь эти фомехи. В конечном счете снимки передают индивидуальность автора так же явно, как и рисунок. Вы согласны с ним? Согласен. Почему? Насчет рисунка ничего не могу сказать. Я согласен. Ну, потому что, вот как каждый человек смотрит на один и тот же предмет, каждый человек может видеть что-то разное, описать его по-разному. Один говорит, что это хорошо, да, в любви это плохо. Точно так же человек, который пользуется фотокамерой, он может показать один предмет, с одной точки зрения другой предмет, с другой точки зрения. И таким образом проступает фотограф, да, человек? Ну, я думаю, да, потому что все-таки у человека есть какие-то видения, его видения предмета, либо то, что он специально хочет передать, и он это старается передать. Ну, это уже специально. Нет, ну, даже не явно, все равно, это значит, у человека какие-то есть у него собственный опыт, какие-то собственные мысли. Проступает. Отлично. Спасибо большое. Юла Халас у нас был в гостях, да, очень здорово. И в конце жизни Бросай у нас увлекся скульптурой, практически полностью отошел от фотографии, у него совершенно удивительные небольшие скульптуры, вот, которые вы можете видеть на экране. Следующий наш герой должен был стать финансистом, и родители ему прочили карьеру финансистом, но он на первые заработанные деньги взял и купил себе фотоаппарат. И это полностью изменило его жизнь, и он разочаровал своих родителей и стал фотографом. Андрея Кертиша вообще называют Колумбом, Колумба фотоискусства за то большое количество направлений, которыми он интересовался и занимался в фотографии. И мы сейчас посмотрим его фотографии совершенно невероятных различных направлений и жанров, а сам Андрей Кертиш нам немножечко скажет про фотографию. Пожалуйста. Добрый вечер. Я делаю то, что чувствую. Это для меня самое главное. Смотреть умеют все, но не все видят. Я ничего не просчитываю и не выстраиваю. Просто вижу ситуацию и понимаю, что нужно ее запечатлеть. Правила не важны. Правила должны быть в крови. События и настроения важнее хорошего света. Самое важное в происходящем. Андрей Кертиш. Да, я согласна с ним. Особенно в том пункте, что правила не важны. То есть фотограф не думает, как он выстроит камеру, как еще самое главное событие. А как же правила, которые извещал нам Андрей Кертибрессон? Кто это? Кто это? Отлично. Ну хорошо, ладно. Да, Андрей Кертибрессон. Сейчас выйдет Андрей Кертибрессон и вам все скажет. Сейчас выйдет Андрей Кертибрессон. Вы согласны, что самое важное это чувствовать, да? Да. А вы сами, когда снимаете, чувствуете? Стараюсь. Стараюсь. Замечательно. Ну давайте посмотрим тогда на ваше творчество. А, одна из моих любимых фотографий. Вот, такие тоже снимал. Простите, а Кертиш, он поляк? Кто он вообще венгер? Кертиш венгер. Но жил он, по-моему, в Нью-Йорке, если я не ошибаюсь. Да, да, да. Ну вообще он в середине 30-х переехал в Нью-Йорк, и там до конца своих дней, конца 20-го века, в общем, он и жил в Нью-Йорке. И считается, несмотря на то, что венгер, американским фотографом. И почти все, что у него снято, снято в Нью-Йорке. И это то, чем он увлекся в конце жизни. Вообще, это самая моя любимая, наверное, у него серия. Это полароиды, которые он снимал у себя в Нью-Йорке. В своем своей Нью-Йоркской комнате. Совершенно чудесные полароиды. Ну, а сейчас к нам выйдет Анри Карте-Брессон, и всем набьет, всем набьет. И все скажет. Всем, кто тут возмущается. Ну, пару сосудов. Здравствуйте, Анри Карте-Брессон. Вот тут некоторые не знают, кто вы такой. Анри Карте-Брессон был вообще таким сыном типичного французского буржуа, немножко заевшийся такой, который в 22 года решил, ну, немножко подразмяться, и поехал на берег Слоновой Кости, взяв с собой маленькую брауни-бокс, ну, которые тогда были популярны, как такие, ну, типа мыльницы для путешествий. И взяв с собой, он да не знал, что это путешествие, и это брауни-бокс перевернет всю его жизнь, и он станет фотографом. Потому что те фото-заметки, которые он сделал в путешествии, полностью переменили его желание стать, опять-таки, финансистом, и он стал фотографом. Вот он сейчас нам расскажет все. Есть два вида фотографии. Один, когда люди открывают, и другой, когда они придумывают, делают то, что заранее задано. По-моему, жизнь бесконечно богаче, глубже, когда стараются ее раскрыть. И поэтому свидетельство фотографа является таким же средством выражения, как карандаш или кисть. Фотография сама по себе меня не интересует. Я просто хочу захватить кусочек реальности. Я не хочу ничего доказывать, ничего подчеркивать. Вещи люди говорят сами за себя. Я не занимаюсь кухней. Работа в лаборатории или в студии у меня вызывает тошноту. Ненавижу манипулировать ни во время съемки, ни после в темной комнате. Хороший глаз всегда заметит в таком манипуляции. Единственный момент творчества – это одна двадцать пятая доля секунды, когда щелкает зитвор, в камере мелькает свет и движение останавливается. Ну как вам? Вы тоже считаете, Алина, что именно в одну двадцать пятую секунду все решается? Ну можно не только одну двадцать пятую брать, но и другие выдержки. Ну вообще, да, пожалуй, самое-самое – это тот момент, когда… Но главное его поймать. Решаться может до или после, и главное – запечатлеть все-таки. Тут, мне кажется, главная мысль про то, что жизнь богаче, чем мы можем себе представить и можем изобразить. Ну, безусловно, да. Но именно поэтому он занимался фотографией. Я все равно не особо ему доверяю, в том плане, что… Вот, например, его фотография, сделанная на этой винтовой лестнице. Он ведь выжигал специально, когда кто-то проедет по этому кому-то рассказывает. Хочется, что он не пустал, потому что кисто пасет проверит, но есть, пожалуйста, есть. Он очень-очень многим фотографиям. Он просто Яна выжидал, как бы, и он искал всегда, ну, момент свой, когда Илья – это и есть то, что он надеял. Да, это он именно это называл. Я был 25-м, а именно развитие ситуации, когда она приходит вот в какую-то комбинацию именно в этот момент. Ну это как будто бы к тебе, ну, не знаю, там, какой-то русский анекдот, любовник пришел. Ну, нет, муж вернулся с комбинацией на любовных листей, нужно с одну, там, одну, двадцать, чтобы развязка эта комбинация, события произошла. Если там еще будет и фотограф. Может быть, один из них и есть фотографиям. Или оба, да. Я не могу с ним согласиться. Ну, отлично, что есть несогласные с Карти Брессоном. В частности, у нас есть еще один такой, кто с ним несогласен, и зовут его Уильям Юджин Смит. Это один из самых любимых моих фотографов, скажу сразу. Не буду... Почему? Почему? Гройка. Гройка и она фотография. Нет, ну, нет, эта фотография получилась... Я вообще сначала отправила другую. Но просто мне сказали, что нужно вертикальную. Ну, я отправила эту. Нет, на самом деле не поэтому. Вообще, Уильям Юджин Смит ужасно интересный, поскольку он прожил интересную, насыщенную жизнь. Он много раз увольнялся из журнала Life, с которым работал, потому что он был не согласен с политикой редакции. Ну, они его опять звали работать. Он опять какое-то время приходил, потом опять он увольнялся. Так продолжалась практически всю его жизнь. В том числе, кроме этого, он участвовал во Второй мировой войне. Был очень серьезно ранен. А у нас, кстати, я забыла в самом начале... Wi-Fi же есть здесь, да? Да. Ладно, сейчас, когда у нас выйдет Юджин Смит, я... Надо какие-то специальные действия будет совершать, да? А мне кто-то сможет в этом помочь? Хорошо. Нет, он не Юджин Смит, Юджин Смит другой. Вот. И он был серьезно очень ранен. Ему сделали, кажется, 36 операций различных. И он вообще не знал, что сможет когда-нибудь увидеть снова, да? И... Сейчас мы немножко переключимся, да? Но я просто скажу, что для него одной из важных вообще составляющих в жизни, помимо фотографий, да, которую очень любил, была музыка. Вот. И он ужасно любил музыку. И был очень рад, когда он сначала, он когда пришел в себя после операции, он не мог ничего видеть, но он понял, что он может слышать. И тогда он подумал, что, о, как здорово, не важно, что я не смогу видеть, самое главное, что я смогу слышать, я смогу слушать своего любимого Бетховена. И на вопрос, когда ему задали во время интервью вопрос, что бы вы взяли с собой на необитаемый остров, если бы вот такая ситуация произошла? Он бы ответил, я бы взял с собой симфонию Бетховена. Вот. И на самом деле он считал, что он всему научился не у фотографии, а у музыки. Не у фотографии, не у живописи, не у кино, а именно у музыки. И все, что он, ну, как бы, видит, все, как он видит, то, как он видит, это благодаря Бетховену. И поэтому я хочу, чтобы мы с вами послушали ту самую симфонию, которую бы он взял с собой на необитаемый остров. И для этого мне нужно... Потому что она лежит в интернете. По симфонии. Кто-то можно... И... А вот... Просто... Нужна быть еще графа. Давайте я вам ее отключу. А... Как это сделать? Я просто не знаю. Похоже на него кого-то. Ну, просто здесь экран... Видишь, здесь есть черные поля. Это скайп. В общем, во время перерыва, у нас будет маленький перерыв, мы послушаем симфонию, которую Уильям Юджин Смит взял бы с собой на необитаемый остров. Вот. И когда мы... И когда он пришел в себя, он все-таки понял, что... Какая симфония? А... А... Ну, я... Я просто не знаю... Это 14-ая... Струнный квартет 14, оп. 131. Давайте мы в перерыве ее поставим. Давайте в перерыве. Давайте в перерыве. Ну, в общем, вот первая фотография, которую он снял, когда пришел в себя... Это была фотография с его детьми, которая сейчас, в общем, одна из самых известных его фотографий. И... А мы сейчас попросим... Пожалуйста. Ну, после этого, наверное, все вы знаете, что самая известная работа Уильяма Юджина Смита — это его эссе о сельском докторе и о сестре Акушерке. Ну, вот сейчас я вам буду задавать вопросы каверзные на Уильям Юджин, а вы мне будете отвечать. Ну, в частности, вот эта фотография, да, испыта история о Бальбертах Швейцаре, которая называется «Испанская деревня». Я такой въедливый, противный интервьюер, сейчас буду вас запытывать. Ну, вот, смотрите, Уильям Юджин, эти люди... Я же и делаю ее видеть. Нет, я вам говорю. Смотрите, эти люди пребывали в глубокой скорби, а вы направили вспышку прямо им в глаза, мешая ритуалу. Как вы можете оправдать это свое вмешательство? Думаю, я не мог бы сделать этот снимок, если бы не происшествие днем ранее. У меня случился желудочный спазм в поле, и человек, незнакомец, подошел и предложил мне выпить вина. Чего я делать, конечно, не хотел, но согласился из уважения к его щедрости. Совпало так, что на следующий день тот же незнакомец подбежал ко мне со словами. «Мой отец только что умер. Нам нужно похоронить его. Пожалуйста, отведите меня туда, где заполняют бумаги». Я вместе с ним вошел в его дом и проникся красотой поминок, этого печального ритуала. Так что, увидев моего незнакомца, подходящего к двери, я сделал шаг вперед и спросил. «Я не хотел бы проявить неуважение, но вы не разрешите мне сделать снимок». И он ответил «Это будет честью для меня. Не думаю, что фотография, сделанная лишь ради хорошей картинки, может быть оправдана». Должно быть какое-то иное оправдание. Например, для фотоэссе о кушерке я фотографировал рожениц. Во всей этой истории есть, по крайней мере, два укущенных отличных снимка. Первый из них – это роды в День независимости на Филиппинах, в деревне, которая только что была уничтожена нашими войсками. Увидев женщину, рожавшую перед зданием, я рассказал только о том, чтобы помочь ей. Если бы на тот момент рядом был кто-то, по меньшей мере, столь же компетентный, как и я, и способный ей помочь, я бы в этот момент фотографировал. На самом деле, чтобы снять историю о женщине-акушерке, Уильям Юджин Смит, прежде чем снимать историю о женщинах-акушерках, сам прошел курсы акушерок. И сам стал акушером, и, соответственно, его подход был чувствовать, снимать историю изнутри. Так он снимал все свои истории. Это первое, что мне, ну, вообще близко к его позиции. Я имею в виду, мне как фотографу, да? Давайте посмотрим следующий снимок, да? А этот ваш снимок – женщина-испанки, выплескивающая воду на улицу. Это была постановка? Я бы ни секунду не колебался, если бы пришлось попросить ее выплеснуть воду. Я не возражаю против постановки, если она помогает острее выразить характерные особенности мест. Но Кортье Брессон же никогда о таком не просил. Вы готовы нарушить основное правило прямой фотографии? Не я, почему я должен им следовать. Я ведь трачу много времени на то, чтобы исследовать тему, и на то, чтобы понять, о чем необходимо рассказать. Я прошу людей что-то сделать и ставлю кадр, если чувствую, что это честно. Правдивость заключается в моей способности фотографа понять ситуацию. Ну, как вам, Юджин Смит? Я с ним согласен. Ну, какие у вас? Почему согласны? С чем согласны? С тем, что нужно сначала идти на курсы о кушерах, прежде чем снимать историю про кушерку? Нет, потому что не все, что он снимал, может быть, курсами передано. Я согласен с тем, что не все может заключаться в правилах. Поэтому, если получается непостановочный снимок, который передает ситуацию, как, например, вот сейчас. Может быть, он так и хотел, чтобы эта женщина в данный момент действительно выплеснула воду. Ну, но если бы она стояла просто с ведром, он бы, скорее всего, попросил ее выплеснуть, дабы показать действия, дабы показать культуру этого места, где он снимает. И дабы показать какую-то композицию для этого кадра. Поэтому можно нарушать правила. Если от этого... Что за правила? Какие правила? Ну, вот... Кортье Брессона. Что-то я не поняла. Мне кажется, что Брессона был, который снимал постановку. Все ждать его... Почему? Нет. Он приходил на место, он искал место и выжидал, когда мужичок прыгнет через лужу или проедет велосипедиста. Он никогда не вставил в ситуацию. Просто у Брессона было больше времени. Чем у всех остальных? Ну, в частности. Ну, просто он придумал те самые правила прямой фотографии о том, что нельзя заниматься постановкой, да? И как раз об этом говорит Юджин Смит, нам только что сказал, что я же придумал правила. Что-то у вас какая-то... Извините. У меня все обваливается. А еще рано. Нам еще рано их снимать. Спасибо большое. С этим и с этим. Здесь я очень говорлив, поэтому... О, да. Я помню, да. Да. Это сейчас... А про это я забыла. Ну, ладно, не страшно. Это я зачитаю или нет? Ам... Вот последнюю сейчас фразу. Сейчас мы только вот посмотрим на эту фотографию. Вот. И в связи с ней... Говорит. Философской опорой мне всегда служил гуманизм. Мне дан голос, и я пользуюсь им для того, чтобы говорить за тех, кому голос не дам. Ну, в общем, это его такая жизненная позиция, жизненная составляющая, которые он пронес через всю свою жизнь. В частности, это выразилось в истории... Самой известной, наверное, историей у имени Юджина Смита в истории о японской деревушке Миномата. И где была снята как раз вот эта самая известная вам фотография мамы с дочкой. Как вам фотография? Хорошо. Но я бы ее снял в цвете. Хороший подход. Ну, вас не смущает, что вот так вот прям передано... Ну, что девочка снимет она специально голенькая, чтобы показать, как она ужасно выглядит? Ну, так, в этом уже и был смысл, верно? Чтобы показать, как она выглядит. Ну, вы считаете, что это как-то... Ну, есть такое украшательство страданий, да, какое-то, нет? Ну, это передача... Ну, чтобы передать эти страдания, следовало показать именно так. Вот. Потому что... Надеюсь, смысл не передать, а страданий. А в чем? Ну, а в выражении гумандитма, правильно я понимаю? Или как? Просто, ну... Вот именно... Ключевой момент – это лицо вот женщины, она же с любовью смотрит на этого человечка. Угу. Не, ну я... Нет, я вас и спрашиваю. Ну, а у человечка, собственно, это... Гуман... Нет, я знаю, что такое гуманизм, я имею в виду, он же здесь хотел передать не отношение гуманное к... Да, он очень долгое время прожил, он приехал туда вообще с женой провести туда свой медовый месяц. Отлично. В ней не долго жили и познакомились со всеми жителями деревни. И жители деревни тогда все время ходили на демонстрации как раз против выброса этих самых вредных... не помню, отходов, да, которые... И очень часто их просили посидеть с этой девочкой. И Юджин Смит очень хотел снять кадр, на котором была передана как раз вот эта вот ситуация, что есть мама и есть ребенок, и он хотел снять именно голенькой ее, чтобы показать, как она выглядит. И в один момент он пришел к ним домой и попросил, и спросил, а вы ему не собираетесь мыть дочку? А ну да, да, как раз собираюсь мыть дочку. И тот кадр, который он представил себе, который сложился у него еще до того, как он хотел его снять, вот он снял его. И его обвиняли в том числе в том, что он таким образом эстетизирует страдания, ну то есть показывает, ну то есть за счет того, что кадр очень красивый, да, очень красиво выглядит, но при этом девочка выглядит ужасно переданной ее страдания. И ну если Уильяма и Юджина Смит обвиняли только за один кадр, за этот, ему мало досталось, то следующему нашему герою досталось очень сильно. Да, да, да. Спасибо вам большое, спасибо. Следующему нашему герою досталось сполна. Ему досталось очень сильно, ему досталось в том числе и от, наверное, самого известного американского теоретика 20 века, причем женщины, она его на чем только не распинала, и сейчас она выйдет к нам тоже и будет наезжать на Себастью Сальгадо. Сьюзен Зонтак, пожалуйста. Ну, главной мишенью Сьюзен Зонтак и вообще многих критиков стал проект Себастью Сальгадо про миграции, но сейчас Сьюзен Зонтак у нас будет наезжать на Сальгадо, а я покажу, а я буду показывать фотографии. Можно начинать? Да, можно начинать наезжать. Слащавая риторика, которой приправлена ваша книга и выставка, повредила самим фотографиям. К вашим фотографиям отнеслись кислые еще и потому, что ваши портреты несчастья, как правило, не консутировались в коммерциализированной обстановке. Но проблема в самих снимках, они не показывают. Их сосредоточенности на бессильных, не заведенных до бессилия. Знаменательно, что бессильные не поименованы в подписях, сделанные в 39 странах, эти фотографии, за которыми уйма разных причин и видов несчастья, объединены у вас под одним заголовком. Такой охват при неясности адресов глобализации страдания может побудить людей озаботиться сильнее. Но с другой стороны, поселить чувство, что страдания и несчастья слишком огромны, неотвратимы и всеохватны, и локальные политические действия не могут их существенно сократить. Когда тема преподносится в таком масштабе, сострадание может притупиться и стать абстрактным. Ну-ка, давайте защищайтесь. Что я хочу, это чтобы мир помнил о проблемах и о тех людях, в которых я фотографирую. Что я хочу, это начать разговор о том, что происходит в мире, и породить дискуссию при помощи фотографий. Больше ничего. Я не хочу, чтобы люди смотрели фотографии и оценивали то, как ложится свет или какая в них градация тонов. Я хочу, чтобы вы посмотрели вовнутрь и увидели, что именно фотографии изображают, что именно фотографии изображают и каких именно людей я фотографирую. С Юзан, вы что-нибудь еще можете сказать? А, нет, уже без бумажки. Без бумажки, без бумажки. Без бумажки. На самом деле, я отчасти согласен, но отчасти не согласен, потому что действительно большими такими вот массовыми выставками можно спекулировать, можно манипулировать мнением, создавать какое-то мнение отличное от уже существующего. Но, тем не менее, вот такими самыми словами, уважаемая Сьюзан, она в свою очередь тоже спекулирует с теми, кто ее слушает. То есть она тоже создает вид. Ну, и здесь и с одной стороны идет отклонение от истины, и с другой стороны отклонение от истины. А как надо тогда? А надо просто смотреть и все. Просто смотреть и что? Просто смотреть. Нет, сейчас, ну, сложно сказать, на самом деле. Потому что если мысль автора действительно была вот это вот массово передать какие-то силы постраданиям, создать какое-то такое мнение, то надо согласиться, потом захотел, у него получилось. Хорошо. Вы что-нибудь еще имеете в свою защиту? Мне полностью. Нравится сломать автора. Что это там? Мои на данный момент. Ну, на самом деле, вы так устали, в конце концов, от всех этих наездов, что решили, что вы разочаровались полностью в роде человеческом, в людях, и решили снимать и роду. Вот. И последний проект Сальгада. Спасибо вам большое. Последний проект Сальгада. Давайте по-хлопу. По-хлопу. Последний проект Сальгада, который он снял и который вот сейчас был в большом масштабе представлен по всему миру, в частности, я его видела в Венеции, случайно там оказавшись, в то же время, когда там была эта выставка. Смотрится очень красиво. Проект Генезис. И мне кажется, что вот именно стилистика Сальгада больше всего подходит именно к такого рода фотографии. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Да, вот. Там очень много пингвинов, там есть слоники, совершенно чудесные. Вот, так что, да. И Сальгада говорил, что за 6 лет работы над проектом миграции, как раз по которой мы говорили, я насмотрелся на жестокость. А главное, практически потерял веру в возможность выживания рода человеческого. И я потерял веру в людей. Вот, поэтому Сальгада поехала к черту на куличику, куличики снимать пингвильчиков. Хоть два, да. Вот, смотрите, для зонта, для зонта, в чем ее претензия конкретно? Получается, вопрос, что мне не нравится, и все. То есть, мне ничего там не говорили. Я не кредитизм не знаю. Говоришь, что это экспонтажка какой-то, и все, и сворачивание, да? Ну, нет, почему? Она же там говорится, вполне конкретно. Спекуляции. Она принять спекуляции, что он свое правило. Он же просто показатель, что в коррече не надо. Какая там история вообще была? С чем? Почему этот конфликт возник? Как я понимаю, была выставка? Была большая выставка с Альгадо в Нью-Йорке. Она была в каком-то большом офисе, я так понимаю, и они были, там висели фотографии. Сьюзан Зонток написала... Какая история, собственно. Это история про миграцию, которую 6 лет снимала с Альгадо, как люди вынуждены мигрируют с одного места на другое. А книгу-то, вот эту вот, о которой говорит Сьюзан Зонток, она была, то есть, в этой выставке, ее Сальгадо написал? В смысле написал? Ну... Не, не, были в фотографии представлены и текст небольшой. А, вот именно вот эти тексты это Сальгадо. Да, не, ну, тексты, которые были на выставке, они были представлены Сальгадо. И она больше всего претензий предъявляет, что он не подписывает своих гер... Ну, то есть, что у него они все некие абстрактные люди, нигде... Вот если вы посмотрите на сайте Сальгадо эти фотографии, да, то вы нигде не найдете, что вот это там такой-то, такой-то человек, да, в таком-то, таком-то месте. Он нигде этого не указывает. То есть, это некий такой рот человеческий, условно говоря, да, который мигрирует туда-сюда. И она обвиняет его именно в этом, то, что у него нет конкретных людей, конкретной истории, и тем самым мы не знаем, кому сопереживать, да. Но я думал, что она обвиняет его, как бы, ну, картинку самой. Но в этом тоже, а не только она обвиняет, в том, что он эстетизирует, да, еще до этого его обвиняли, особенно вот в связи с портретами из Африки, и в частности, самым известным его, да, портретом, то, что он показывает людей, которые страдают от голода и делают их красивые фотографии, да, но можно вообще каждого из нас, наверное, в чем-то обвинить, если захотеть. Я так услышал и понял, что основная претенция, основная власти в том, что зла и там всякие нехорошие вещи в мире и так достаточно много, а он еще делает их красивыми, заставляет тиражировать то, от чего хотелось бы, наоборот, избавиться в мире, и вот основная претензия в том, что через эти красивые, безусловно, фотографии, несчастье, зло приходит к людям и не вызывают желания с ними как-то 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 их искренять. Ну, я же не знаю. Правильно. Вы согласны с этим? Нет. Так, а вы как думаете? я думаю, что все внутри нас если я готов что-то менять и как-то реагировать на эту фотографию, я воспринимаю так, чтобы переживать даже неизвестному на ней герою. если я не готов и меня они не трогают и для меня это просто искусство, тогда я воспринимаю это просто одна из картинок, которые... А для вас в этом случае важна, условно говоря, красивость фотографии или нет? Да, важно. То есть, вы картинки будут чисто натурализм, никто даже сразу отвернулся. Если это будет сложно выдержанно правильно фотография, то люди по крайней мере в нее посмотрят и задержат для задуманных это привлекает внимание. В этом моменте просто отдал. У кого-то есть еще какие-то точки зрения? Ну, мне не нравится, я что не подписывает, но как-то в YouTube по-моему, относится к лучшему. Ну, зачем подписывать? Вы считаете, ну, что значит подписывать и подписывать? Ну, история, вот, случилось, случилось, что с Червами, да, когда подписал, не знаю, там, происшествия, связанные, такое-то происшествие, но ты же не знаешь, что это за человек попал там, например. Ты же не будешь в этом разбираться. Рисота, что-то, вы говорите. серьезно? Не, просто. Я полноценюю, что такое-то население. Вы сможете сфотографировать, вы же видите, что это, ну, человек такой-то, такой-то, с... Там суть не передать персонажей, а передать роль человека. И какой роль может оказаться любой. получается. Получается, что об этом уже изменяешь, что он как-то может как-то значительно придется. к человечеству строить так, что чем чаще мы его макоим рисунок выкашь, тем лучше получается. Ну, на самом деле, очень здорово, ребята, что у вас столько разных мнений, отношений. Именно для этого важно, что есть такие фотографии, которые вызывают какие-то трогают, да? Те, которые вообще никак не трогают, о которых Сьюзен Зонтах ничего не пишет. Ну, в общем, и нас, наверное, не произведут никаких впечатлений. Вот. Ну, давайте мы сейчас еще одного героя затронем, после чего сделаем маленький перерыв. Да, в перерыве мы послушаем любимую музыку Юджина Смита, Бетховена, да? Ну, наш последний герой, он, во-первых, интересен тем, что он старался ловить различные юмористические ситуации, ну, подмечается, да, и этим, в общем, известен, но прославился он не этим, вот этим кадром, да, который называется «Поцелуй у отеля Девиль», и, как выяснилось, спустя 40 лет, после того, как этот кадр был сделан, на самом деле, этот кадр был постановочным, то есть, специально нанятые актеры поцеловались, потому что Роберт Дуано заплатил им денежку за это, и очень многие, после того, как выяснилось, что этот кадр постановочный, ужасно, ужасно обиделись на Роберта Дуано, потому что, ну, на самом деле, нам, им, нам хотелось, чтобы вот эти сцены, которые касаются убедительной смерти, да, двух таких самых крайних проявлений человеческой, ну, условно говоря, жизни, они были непостановочными, мы же верим в них больше всего, и это как раз то, что больше всего возмутило тех, которые думали, что на самом деле это реальный поцелуй у отеля Девиль, и очень-очень-очень сильно обиделись на Робера, и где у нас Робера, на которого все обиделись, пожалуйста, Фотограф должен быть фильтром между таинственной неизвестностью и восприятием этого мира, возможно, существует и некий си-фотографический аспект, но если заговоришь об этом, покажешься сумасшедшим, должно быть, бедняга переутомился, ну, я так подумаю, фотография очень субъективна, фотография это не документ, на основании которого можно оставить составить рапорт, это, так сказать, субъективный документ, фотография это лжесвидетельство, это обман, люди желают удостовериться, что мир стоит на месте, это образ, который содержит некоторое количество документальности, что прекрасно, но это не свидетельство, не доказательство, на котором может быть основана общая философия, люди могут сказать вот парень который увидел такие и всякие грани жизни но не всю ее целиком . вот что важно для для вас согласны так все зависит от точки зрения какая ваша . а тут слушать я тут вообще немножко даже противоположное да то то значит таинственная то фильтры тоже свидетельство кидает чурлака образные понятно что логика есть понятно что каждый я хотел сказать что каждый справ в своем предыдущие товарищи по-своему эти и по своим кому что ближе тут и про то есть конформист можно и так сказать отлично хорошо который стал конформистом но в общем он таким и был но на самом деле эта фотография которая была срежиссирована оказалось что она служит нам окошечко в нашу следующую тему постановка и или фальсификация о которой мы поговорим после маленького перерыва который мы послушаем музыку если в общем кто кто захочет струнный квартет номер 14 да сразу тут меня уже перерыве спросили значит как мы сделаем лучше мне нужны и мыл и всех присутствующих сегодня на лекции чтобы отправить им материалы сегодняшней лекции пдфку которую я показывала и все ссылочки может быть выложим круг но у нас есть как бы встреча и ссылочкой ну пдфка она просто не маленькая она довольно объемно интернет нынче хорошо хорошо как как скажете тогда как сделаем я вам отправлю а мы выложим в группе вечером вместе с записью нет у вас никто не ограничить написать на листики знаете как это листики из зала я хочу ваших контактов в общем подойдите пожалуйста запишите свои контакты после лекции да я вам хочу присылать злобную рассылку не ну если не хотите значит мы с вами у нас был последний наш герой робер дуано до которого обвинили в том что он срежиссировал фотографию которую все считали документальный и очень многие по этому поводу разочаровались но на самом деле если мы посмотрим на историю фотографии вообще очень многие кадры которые считаются считались и считаются в общем шедеврами документальной фотографии на самом деле для постановочными и мы сейчас немножко посмотрим на подобные примеры ну вообще большинство фотографий которые мы сейчас с вами будем смотреть связаны с войной это военные фотографии потому что ну вместе наверное со спортом это самые массово просматриваемые новости всегда были есть до сих пор это военные да я как человек который долгое время проработан в основном издании лента.ру могу вам об этом сказать совершенно точно да футбол и войнушка я как у нас говорят я не буду вам говорить и поножовщина ну на букву е 1 е 2 я вот у нас так в ленте говорили что это 2 2 самых просматриваемых новости ну вообще что самое популярное из новостей то что люди люди хавают больше всего ну пипл хавать ну ладно не суть это такое отвлечение значит первая масштабная полномасштабная попытка запечатлеть войну была во времена гражданской войны и была предпринята фотографами несколькими фотографами бюро один из которых александр александр издал потом в 1866 году большую книжечку которая назвала назвал гарднер фотографии scratch book of the war то есть такие записки войны и фотографические этюды войны в которых в которой было очень много фотографий но некоторые из них мы посмотрим позже но наверное первая в истории такая фотография в которой мы увидим некие попытки приукрасить действительность эта фотография известная фотография роджера фэнтона который называется долина смертной тени слева первый кадр который снял фэнтон справа второй кадр фэнтона который вошел в историю фотографии ну начнем с того что атака смертная атака произошла вообще в другом месте что сделал фэнтон ему не очень понравилось как раскиданы ядрышки и он решил их разбросать здесь их нету а здесь он распорядился разбросать по всей дороге и вот эта фотография соответственно вошла в историю как фотографии документирующие эту самую атаку которая произошла ну если фэнтон двигал ядрышки то наш следующий герой феликс биата двигал кости а значит развалин дворца синдербак после резни снятая фотографии 1858 году на самом деле резня произошла за полгода до этого пятьдесят седьмом году феликс биата попал туда спустя полгода там во времена резни были вырезаны 500 800 сипаев кости которых тела которых были выброшены во двор перед этим дворцом и соответственно коршуны и прочая живность довершили расправу над этими несчастными сипаями понятно что когда спустя полгода феликс биата приехал к этому дворцу там уже ничего не было поэтому до сих пор точно недостоверно то ли он где-то эти кости нашел то ли он собрал где-то другие кости он распорядился эти кости разбросать перед дворцом как будто бы эти люди сипаи которые были тогда порезаны но им ему это было мало и он еще туда решил поставить живых человечков и лошадку вот и эта фотография вошла в историю как резня сигандар бак уже упомянутый мною гарденер и его известная фотография убежища мятежного снайпера гарденер и компания они не гнушались не только ставить живых людей но и ставить мертвых здесь у нас видно вам или нет свет ярко светит вот здесь у нас мятежный снайпер в кавычках снайпер поскольку на самом деле этого снайпера которого убили в другом месте просто гарденер притащил другое место более художественное и поставил еще и ружье для создания композиции да хотя ружье на самом деле немножко прогадал потому что ружье не снайперское и ну то есть очень быстро заметили что чего-то тут неладное но на самом деле гарденер очень часто делал подобные фотографии он перетаскивал трупы выкладывал ружья двигал лица складывал руки на груди ну в общем занимался постановкой нет нет просто тогда в то время считалось что необходимо это было время когда был очень реализм и считалось что для достижения максимального эффекта воздействия на зрителя необходимо чтобы кадр был сложен наиболее художественно да именно для этого они старались сделать так чтобы на зрителя произвело большее воздействие именно поэтому они таскали мертвых людей чтобы выложить их композиционно красиво то в чем пройдут потом хотя у того же сальгада не условно говоря в этом смысле не постановочные фотографии он никуда не таскал своих несчастных африканских голодных детей да а его уже его как раз обвиняли в том в чем надо было бы обвинять в общем-то гарденера которого это никто не обвинял ну и наверное самые известные постановочные фотографии это победные ну то есть как бы победных фотографий а документальных в общем если так посмотреть наверное нету да потому что вот джо розенталь поднятие флага над ивадзимой было снято намного позже чем оно произошло то есть поняли флаг утром но был маленький неказистый розенталь вообще и ужасно ему не понравилось и поэтому он распорядился чтобы ему еще раз он нашел другой флаг нашел свою принесли большой американский флаг и вот его еще раз подняли над ивадзимой ну и наверное всем ну я честно говоришь мы сейчас будем разбираться что говорили фотограф ну просто таких примеров очень много я думаю что просто идет в отказку ну вполне возможно что в любом случае как бы то ни было реальное поднятие флага над ивадзимой состоялось другое время поэтому флаг был совершенно другой и это ну как бы об этом есть свидетельство розенталь снял ну второй раз подню то есть как бы не условно говоря не оригинальное поднять а следующее было это запланировано им или это было запланировано генералом для нас не так важно потому что в любом случае если говорить с позиции документальности правдивости вот этого самого события поднятия флага над ивадзимой она уже случилось а розенталь снял другое событие ну то есть если все-таки 60 лет разница как там полежала голова вправо или влево или флажок был побольше или поменьше и ставил уровень 6 вот мы сейчас про это и поговорим вот мы к этому и идем какая разница и есть ли она вообще в частности об этом мы поговорим на примере поднятия флага над рейхстагом левая фотография это и есть то самое поднятие флага ну то есть это документальное свидетельство поднятия флага над рейхстагом кто-нибудь знает из вас эту фотографию я думаю что никто из вас никогда ее раньше не видел я если бы случайно долгами как не копалась в ее поиске специально тоже бы вряд ли ее когда-нибудь видела поднятие флагом над рейхстагом снял никому неизвестный морозов кто-нибудь знает такого фотографа никто из вас не знает фотографа вот но в историю вошла совсем другая фотография евгения халдея который наверняка вы все знаете вот которая была снята в боковой нише рейхстага они над рейхстагом и с другим совершенно флагом и это нам видно этот флаг всем наверное известно халдей возил в протяжении всей войны с собой правкомовское знамя вот который потом хранился него дома да и олег климов который знал лично халдея мне рассказывал что когда к нему приходили домой он доставал все время его когда просили он доставал в шкафчике лежала специально он доставал и показывал это вот смотрите это но вот ну мало того что эта фотография была постановочная она еще была потом сфальсифицирован потому что сам того не ведая халдей как вы наверно знаете запечатлел некую документальную истину которая показалась ну там где это там где проверяли что так не должно было быть ну то есть здесь на руке у солдата трое часов да три трое часов на руке у солдата да то есть тем самым халдей сам того не ведая запечатлел факт мародерства до которого не должно было как такое вообще могло быть поэтому в прессе в нашей официальной понятное дело заретушировали кто-то у нас любители ретуши где-то был да 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 нет нет кто-то говорил что ли да вот вот про ретушь да вот так он заретушировали эти трое часов и еще немножко дым нагнали для контрастности вот ну вот видите да что здесь вот именно в таком виде без часов эта фотография вошла в истории но только потом стало уже уже попозже уже нашли оригинал и халдей сам признался в общем он никогда особо это не скрывал честно говоря просто никто у него не спрашивал война 45 год подарили трое часов но на самом деле эта ситуация мы да кстати на самом деле про про постановку фальсификацию почему вот эта история чего вот эта фотография например вообще канула в лету а эта фотография вошла в историю стала ну в общем документом свидетельством символом победы у нас есть такая замечательная женщина виктория мусвик который очень люблю пожалуйста видите скажите нам свое мнение по этому поводу я думаю что здесь речь идет о степени нашего доверия в это изображение а также о том что грань между реальностью и вымыслом в репортажной фотографии гораздо тоньше чем мы привыкли думать для создания удачного кадра фотограф пользоваться такими же приемами как и например автор литературного текста придумывать сюжеты типажи редакцию полученный материал создает эффектный заголовок после него могут поработать редактор который поставить фотографию в нужный контекст и цензор который уберет с нее лишние детали персонажей все это в порядке вещей есть и крайние случаи репортажный кадр на поверху оказывается целиком постановочным или взятым из художественного фильма а снимок ставший символом одного времени может быть сделал совершенно в другое вы согласны что речь идет о степени доверия и это единственное что нам остается я абсолютно согласна с тем что она говорит и более того это очень напоминает цитату вырванную из контекста я думаю кажется с этим сталкивался когда он видит афоризм вычитает он думает одно а потом когда вдруг читает конкретную книжку понимаешь что по сути это совершенно другое поэтому я не верю истории и не верю фотографий а чему вы верите личному опыту и собственно то что я видела я честно я не знаю у меня есть сомнения что я верю в то что есть электричество когда я вставляю штепсель в розетку в розетку я ничего не отрицаю но ни во что конкретно не верю верю в собственным глазам на самом деле если бы наши собственные глаза увидели бы только правую фотографию которая была напечатана в советской прессе мы бы поверили потому что было напечатано в советской прессе там на фотографии два солдата вермахта радостные с гусями на заднем плане висит повешенная женщина но который плачет ребенок такая фотография была напечатана ну соответствующим заголовком да вот совершенно случайно потом обнаружилось в альбоме солдата вермахта фотография которая расположена слева как вы видите она несколько отличается поэтому верим ли мы глазам своим верим до справа но то что было изображено справа на самом деле было сделано из того что слева и солдатики ну это было еще дом советский фотошоп который назывался пропаганда слева подделка справа настоящая просто женщина потом вырезали ну а следующий наш герой наверно всем вам известен и его очень тоже долго обвиняли в том что это его фотография постановочная что он там заставил солдата много раз падать и но один из исследователей этой фотографии владимир шишкин он провел детальный анализ этого изображения и предположил следующее что ну на самом деле очень выяснилось в конце концов что эта фотография не постановочная что на самом деле на этой фотографии изображен фредерико гассия который на был убит в этот день а тот кто вот смотрите у нас же граница рушится начала пока мы тут с вами разговариваем что эта фотография была снята в этот день человек был убит в этот день но он задал другой вопрос об этическом характере поскольку он проведя анализ понял что роберт каффа скорее всего сидел в бруствере да откуда он смотрел наверх и он попросил видимо солдата выйти и попозировать ему ну типа встать попозируй я тебя сфотографирую именно в тот момент когда солдат встал на вот этот приборок чтобы попозировать роберту капы а он как раз взвел курок что называется раздался выстрел снайпера поскольку 100 солдат стоящий на пригорке понятное дело был очень явно решение для снайпера вместо того чтобы сфотографировать портрет роберт капа сфотографировал свою самую известную фотографию но это только предположение да очень хотел запечатлеть вполне возможно просто я вот например не могу себе представить что будет в то время в тридцать девятом году же не было наших канонов и никонов снимающих там серии за одну сотую секунды да они много да она всего одна кстати ну то есть если посмотреть на негатив капы то она всего одна это правда поэтому вполне я не говорю что я вот прям верю верю мне просто эта теория нравится в связи с тем вот этически потому что мы все время говорим о том как фотографии ну там что субъективные объективные и так далее вот этот вопрос поднимаем пока по какую сторону границы до чего мы с вами говорим но мы никогда не говорим о том как они влияют на тех людей которые мы фотографируем влияют ли они как-то на них на их жизнь и сейчас мы с вами посмотрим на две фотографии которые изменили жизнь людей полностью изменили жизнь изображенных на ней людей вот перед вами самая известная фотография не кого-то из-за которой он прославился вошел в историю девочка под напалмом где у нас нику о эта фотография у нас получила пулицаревскую премию поздравляю вас вот и давайте посмотрим вот ну вот вот так выглядела эта ситуация да когда бежала девочка к никуту и операторам которым с которыми рядом стоял никут вот и вообще благодаря никуту и сотоварищем эта девочка осталась жива поскольку они перевезли сейчас 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 ким фук кажется ее звали перевезли ким фук в госпиталь потому что в ту больницу которую ее сначала отвезли ее сказали что мы ее не спасем и оператор с которым было в тот день никут он перевез ее в другую больницу где сделали операцию и она осталась жива в общем благодаря этому да но эта фотография преследовала ким фук всю оставшуюся жизнь ее всю жизнь ассоциировали с этой фотографии и у нее не было никакой ну условно говоря личной жизни потому что ее все время звали мероприятия связанные с войной ее звали стать лицом против войны всех акций и она несмотря даже на то что она эмигрировала в сша она не смогла от этого своего образа отделаться и в конце концов она решила и основала фонд вот она перед нами ким фук уже взрослая она организовала фонд поддержки жертвам войны ну и в общем своему этому образу который навязала на нее многоуважаемый никут не противится ну в общем ее жизнь в этом смысле сложилась можно сказать удачно хотя могла бы сложиться по-другому но ей просто не оставил выбора фотограф сфотографировал ее когда она была еще маленькой девочкой ну давайте послушаем ни кого-то эта фотография не может быть еще более реальной как и сама война во Вьетнаме она достоверна и правдива тот ужас который я видел на войне не нужно было и подстраивать испуганная девочка до сих пор жива и является прямым доказательством правдивости этого снимка это событие случившееся уже 30 лет назад никогда не будет забыто мной не мной не Ким Фук одно в одно части оно в одно части изменило наши жизни да а вот Ким Фук говорит я хотела забыть об этой фотографии чем более известной она становилась тем меньше у меня оставалось личной жизни мне казалось что я навсегда останусь во власти этого образа ну и в общем так и случилось с ней она осталась во власти этого образа в итоге основала фонд Ким Фук который так и назвала ну это история спасибо вам большое эта история можно сказать изменила жизнь человека но в общем и целом ничего плохого наверное в жизни Ким Фук не случилось совсем другая ситуация у нас с известной фотографией Эдди Адамса с вьетконговским генералом где у нас Эдди? Эдди приходи к нам да именно вот эта фотография хотя несмотря на то что Эдди Адамс наверное один из самых плодовитых что называется фото журналистов он осветил 13 военных конфликтов но именно эта фотография ассоциируется с его именем и на эту фотографию вошла в историю несмотря на то что он ужасно и всю жизнь об этом сожалел Генерал убил вьетконговцы я убил генерала своей камеры простая фотография может стать самым мощным орудием в мире люди верят им не могут лгать даже если над ними не проводилось никаких манипуляций они говорят только часть правды Эдди Адамс что он имеет в виду? на этой фотографии запечатлен момент когда генерал армии убивает витконговца но что мы знаем глядя на эту фотографию об одном и другом в общем мы ничего о них не знаем и мы не знаем о том что до этого вот тот самый витконговец которого убивает генерал убил 20 жены, детей, членов семей генералов армии именно за это его расстреливает генерал мы не знаем ничего о том каким был этот самый генерал который убивает витконговца каким он был человеком почему он это делает что это является перед нами просто выступают палач и жертва глядя на эту фотографию мы сразу распределяем эти роли жертва и палач и сочувствуем одному и обвиняем другого даже не узнавая о том кто они и почему так происходит так устроены мы именно так именно из-за этого именно поэтому Эдди Адамс так говорит о том что я убил генерала своей камерой потому что эта фотография мгновенно ставшая известной облетевшая весь мир стоила генералу жизнь несмотря на то что это не его убили а фотографий которые сделал Эдди Адамс убила генерала почему? он после того как эта фотография стала известной он не смог ни в своей стране ни в Америке куда он эмигрировал найти себе работу а пиццерия которую он попытался открыть тоже ему пришлось закрыть поскольку каждый день на дверях его пиццерии и на окнах появлялись надписи что убийца уходи уезжай разбивали ему стекла и в конце концов он вынужден был ее закрыть и так до конца жизни он не смог ничего сделать потому что его фотография это преследовало его всю жизнь обвиняли называли палачом убийцей и нигде он не смог найти себе место так вот изменила жизнь генерала фотография несмотря на то что да вроде как люди верят фотографии могут лгать даже если над ними не проводилось никаких манипуляций это то о чем нам говорит Эдди и он бы очень хотел чтобы другие его фотографии были известными изменяли жизнь людей но к сожалению произошло по другому вот такая вот история спасибо вам большое но лично для меня например ну вот та фотография да она производит впечатление особенно теперь когда там я и вы знаете ее историю но лично для меня например наибольшее впечатление на меня производят вот эти фотографии съемки расстрелянных точнее будущих условно говоря расстрелянных бутовского полигона у нас существовала такая система да перед расстрелом в НКВД всегда сажали человека перед фотоаппаратом специальные устройства существовало для поддержки головы чтобы не смазывалось изображение и человек за несколько минут того как был расстрелян он был сфотографирован и мы смотрим на этих людей которые вечно через несколько минут будут расстреляны и мы ничего не можем с этим сделать они всегда будут расстреляны сколько бы мы на них не смотрели но для меня самое ужасное что мы смотрим на них с позиции того лакея фотографа который снимал вот эти тысячи вот этих людей которые через несколько минут будут расстреляны они смотрят прямо на нас спустя большое количество времени, спустя почти сотню лет, они все время смотрят на нас, и с этим ничего нельзя поделать. Ну, а сейчас наше с вами время, когда там маленький пиксель, ну, вообще ни о чем, да, и фотографии из одной, и из двух фотографий складывается одна, ну, это совершенно, совершенно легко делается, и поэтому уже последние, там, несколько десятилетий говорят «About the end of photography is evidence of anything», то есть конца фотографий как доказательства, свидетельства чего-либо. Поскольку фальсификация производится, ну, совершенно свободно, легко, доступно, для этого ничего особого не надо, кроме фотошопа, да, и пиксель такой маленький, что распознать ее довольно сложно. Ну, хотя, если она распознается, то, соответственно, человек изгоняется из коллектива, как это произошло с Брайаном Бальски, фотография которого здесь перед вами представлена, и которая была опубликована в его родной газете, но после того, как фальсификация была обнаружена, его с позором выгнали, потому что, ну, мы же должны чему-то верить. Как же жить, не веря? Но единственное, что нам остается, что нам остается? Верить своему опыту, да, да, как у нас вот делает одна девушка. Ну, либо нам остается верить кому-то, в любом случае это вера, верить человеку, какому-то человеку, которому мы хотим верить. Вот мы считаем, что, например, там, Максимишин не врет, ну, условно говоря, да, и мы будем верить ему, да, и верить всем тем кадрам, которые он снимает. Или мы не будем верить, потому что мы не доверяем человеку, а, например, доверяем Юрию Козыреву, и будем доверять ему, и смотреть его фотографии. Это единственное, что нам остается, это доверие. Ну, то есть, условно говоря, да, ну, очень, когда делается вот это одним движением руки. Но давайте послушаем еще нескольких людей, которые скажут нам про документальность. Валерий Щеколотев, пожалуйста. Классик, отечественные фотографии, совершенно удивительный человек, мой хороший друг, московский фотограф. Здравствуйте, да, очень приятно. Скажите нам, пожалуйста. Назвать фотографа документалистом, значит, унизить его до роли бесчувственного штатива. Думающий и чувствующий фотограф не способен создать бесстрастный документ. Он всегда предлагает нам свою интерпретацию. Документальность. Позиция Валерия Щеколдина. Эллиот, спасибо вам большое. Эллиот Портер. Я, простите, ой, я забыла спросить, согласны ли вы с Валерией? Не совсем. Не совсем так, почему? Я не совсем, наверное, поняла все-таки различия документального фотографа, допустим, фото-журналиста, то есть любого фото-журналиста можно назвать недавним фотографом или нет? Ну, если вдаваться в термологические изыскания, чем любят сейчас заниматься на фото-факультете, то фото-журналистика – это съемка репортажей для журналов, за которые фото-журналист получает гонорар. То есть это съемка некого задания. Документалист работает над своими собственными документальными проектами, чаще всего длительными, за которые он тоже может получить гонорар, но не обязательно. То есть это его личное, частное исследование. Ну, если это так, кратко и немножко глупо. Ну, Щеколдин, он документалист в любом случае, потому что он был вообще андеграундным фотографом, которого, когда он приносил свои фотографии из психонармологического интерната в журнал «Огонек», на него смотрели круглыми глазами и говорили «Вы молодой человек, вы должны красивых девушек снимать, а вы такое снимаете!» Ну, в общем, да. Я не совсем все-таки понимаю, он наоборот говорит, что фотографа нельзя называть документальным, то есть он не снимает документальности, или я не понимаю... Правильно, но он не считает, что фотограф, он бесчувственный штатив, да, который просто как ходится с какой-то камерой, просто... Ну, есть некая камера... У него фотографии документальные? Но он при этом не считает, что автор не важен, да? То есть самый главный документалист нашей страны не считает себя, условно говоря, документальным фотографом. Это мы хотим сказать, что да, и он тоже сидит, вот вы правильно очень сидите, на границе, да, вот прям посерединке вы очень правильно сидите, даже будучи до мозга, условно говоря, кости документальным фотографом. Вы все равно находитесь на границе, в смысле, вы Валерий Щеколотов, да, в данном случае? Ну, вот, и дальнейшие наши герои, они нам это еще больше подтвердят. Извините, что я вам вот так восприжала. Беспристрастно. Я привык. Я привык смотреть на вещи очень пристально и беспристрастно. Мои фотографии природы в связи с этим тоже весьма беспристрастны. В них очень мало субъективности, я бы так и описала. На них изображено то, что в самом деле было на самом деле. Я лишь выбрала, что показывать. Вы согласны с ним? Вы согласны сами с собой? Ну, в принципе, если это касается природы, то, наверное, да. Почему? Ну, он изображает, вот, пришел, да, в поле, видит три дерева, и он выберет, какое из этих деревьев показывать человеку. Не обязательно показывать все три. То есть любые фотографии природы, они документальные, условно говоря, от природы? Нет. Так. Туда можно что-то поместить, это естественно. То есть посадить дерево, а потом сфотографировать, да? Нет, ну, может, чайка посадить. Лошадь. И уже не будет документальных. Да. Может, там нет лошади, никогда не было. Ну, как, если мы ее туда посадили, значит, она там была. Ну, и он, ну, мало субъективности, но что у него мало субъективности, видите, он лишь выбирает, что показывать. Но он уже субъективен, он уже выбрал, что показывать. Правильно. Это он просто биолог. На самом деле, Эллиот Портер биолог, и поэтому он... Точно так. Но на самом деле, у него удивительные по красоте фотографии природы. Кто не видел, я очень советую посмотреть. Вот здесь просто плохо видно за цвета. У меня даже на компьютере немножко по-другому видно. Вот. Но давайте, спасибо вам большое. У нас есть еще последняя наша героиня, которая скажет свое местное слово. Ляля Кузнецова, пожалуйста. Тоже классика отечественной документальной фотографии, которая нам сейчас вообще все перевернется в ног на ногу. Каждая моя фотография – это мой автопортрет. Вот, что делает Ляля Кузнецова. Она снимает свои автопортреты. На самом деле, да. Для нее очень важен контакт с героем. И она, даже снимая своих цыган, это самая известная ее серия, мы снимали про нее фильм с Олегом Климовым. Вот, про Валерия Щеполдина и про Лялю Кузнецова мы снимали фильмы. И они есть. Может быть, как-нибудь мы с вами еще встретимся. Фильмы посмотрим. Вот. Но Ляля Кузнецова для нее важно то, что она видит в героя самого себя, то есть автора. Это переворачивает вообще понимание документальной фотографии, о которой мы вроде бы как с вами начали говорить, да, вообще с ног на голову. То, что автор видит в героя и в той ситуации, которую снимает, видит в себя. Свой автопортрет. Друзья, что же нам делать с нашей границей? Предложение. Спасибо большое. Снять. В смысле снять. Убрать. Ее не существует. Или что с ним надо делать? Естественное выражение границ для ограниченной. А, то есть вы считаете, что не существует границы между документальным и... Нет, документальным. Вообще ее нет никакой. Если документальные снимают в самое спрятанное где-нибудь, в аппарат, в камеру, то у вас, если там участвует человек, то есть хоть каким-то, то документальность не существует. Вообще документальность не существует. Если это супер-эксклюзиза, я верю в документальность. То есть... Не жилая. Если там у меня сочель поиск, то есть... О, там всякие же люди. Ну, что ты мне с моей линейкой? Да. Показательно под... Есть голос из интернета, но это вопрос. Верю, не верю. Да. Голос из интернета вещать. Я прочитаю, потому что я осмысливать эту мысль сам сразу сейчас могу. Поэтому просто прочитаю. Документ это три составляющих. Предметная область, уровень абстракции и достоверность. Взять тот же фильм с коронацией. Если предметная область это жизнь конкретно вот этой королевской семьи, фильм недостоверен. Тире, фильм недостоверен, это не документ. Если... Как в принципе выглядела коронация, в кивочках. Вполне себе документ для любителей истории. Если предметная область и жизнь в этом городе низковат уровень абстракции. Причем тут вообще все эти верю-не верю. Смешной смотри. Я говорю, я вот, не знаю, видимо это вот высказался человек из интернета. Должен будет разучить. Окей. Отлично. Ес, ес. Так, еще, еще какие-то... У меня предложение, значит, прежде чем решить, что нам делать с этой границей, которая пролегает между одной частью аудитории и другой частью аудитории, да, и все-таки решить, есть она, нет ее, надо ее разобрать, разрушить, порвать в клочья, там, не знаю, съесть. Что с ней надо сделать. Мы с вами сейчас разберем занавесочку, которая тут висит. Занавесочка это высказывание различных известных современных фотографов, которых я попросила сказать, как раз существует ли граница между документальным и игровым, и если да, то где она проходит. Пожалуйста, не стесняйтесь, разбирайте цитаты, я готова их для вас отрезать, выбирайте понравившуюся, или можно и отклеить, да, они отклеиваются, пожалуйста, разбирайте. Вы взяли читату, цитату, прочитайте ее, если вы согласны или не согласны, вам не есть что сказать по этому поводу, давайте, они не стесняются. Вот, уже почти разобрали, молодцы. Она не выдержала, не выдержала, не выдержала. Все, она порвалась, не выдержала напоры. Граница была разрушена. Там есть какие-то очень странные высказывания, там есть очень интересные высказывания, есть очень длинные, есть очень короткие, есть очень замысловатые. Ну, то есть, как бы их много, там в этом флешмобе приняло участие около 43, кажется, или даже уже больше фотографов. Я очень увлеклась этим делом, мне стало интересно, я собираюсь сделать по итогам этого материала. Ну, в общем, вы суть, да, да, мы уже, в смысле, разрушили границу, она порвалась сама, видимо, это какой-то знак свыше, но давайте все-таки немножко про нее поговорим. Кто хочет на... да? Я могу сказать мысль. В некотором смысле документ можно определить как фиксация некоторого факта. Например, в договор есть предмет договора. Там мы записали этот документ. В вас, в этом документе, в нем зафиксировано мое линия, которое будет условно мое, в нем зафиксировано мое внешнее окно. Поэтому, в этом смысле, как фиксация некоторого факта, вообще, в принципе, любая фотография является документальной. Потому что даже какая-то постановочная, не знаю, кастюмированная фотография в студии, она является фактом того, как в какой-то определенный момент времени наряженный человек выглядит. Но здесь возникает вопрос, вот действительно границы, да, что же. Здесь уже вопрос того, насколько глубоко ты хочешь копать. В этом смысле, то есть абсолютно документальной фотографией является фотографией на пасту. Потому что вот как я выглядел там 10 января, почти 10 года, например. Это абсолютно непослужный факт, которому никак не подкопаться. Почему? Ну а как? Подкопаться. Ну, я не знаю, ну, например. Просто слишком хороший макияж. Я не знаю. Потому что фотография на пасту все ретушируются. Тим, вот, фотография на пасту ретушируются. Например. Я сниму, но селфи сделаем. Это то, как я вот вчера просунувшись, а на уши. Но все равно искажения какие-нибудь. А в общем, что там нет. Но мы все равно должны верить, что ты смотришь. Ну, то есть я веду к тому, что на самом деле фотография всегда что-то фиксирует. То есть даже, не знаю. Безусловно. Какие-нибудь фотографии, которые просто, условно говоря, баллы что-то снимала через 50 лет. Это, мне кажется, хорошие документальные фотографии. Они прекрасно передают, как выглядели машины, как выглядели люди, как выглядели здания, как выглядели города американские. Они это документируют. Посмотрев эти фотографии, я могу... Окей, а нам нужна эта граница между документальным и постановочкой? Ну, вот она вот очень такая вот хривка, и она может легко колебаться в другую сторону, в зависимости от того, что тебе нужно и как ты выслушаешь. Окей, отличная точка зрения. Я с ней, в общем, я с ней солидарна. Может быть, кто-то хочет еще что-то нам сказать? Просто плохо, когда правду вдают, а не правду. Постановку вдают в документ. То есть, нужно быть честным перед самим собой, в первую очередь. Так, а еще раз я задам вопрос. Что плохого в том, что у солдата, который лежит тут, солдата, рядом у ружье, у него как-то неестественно выглянута нога-рука, и вот ему повернули в одну сторону, и в другую сторону. Что в этом плохого? А плохого в том, что теряет фотографии вот от этого? В данном случае фотографии-то сама ничего не теряет. А теперь он все же делает подпись фотографии тех людей, которые потом показывают фотографию, что-то нам говорят. Сама фотография изначально она документальна. А то уже как ее трактуют люди, презентуя ее, они, соответственно, привносят или какие-то элементы в уме, или более реальные вещи. Ну, то же самое, ну, то есть был же, был же, флаг же устанавливали, устанавливали. Просто можно сказать, что победа была, была. Можно сказать, что это уже после факта победы. Да, мы вот потом подняли и показали, что вот так вот было. А можно сказать, что а это вот именно в тот момент, и вот здесь идет именно граница правды и обмана. Документально и нет документальности. Но есть просто разные... Ну, есть просто разные... Семья, вечно, потому что это тут правда, а тут обман так, что ли, получается? Нет, не обман. Нет, нет. Другая ситуация, другая... Просто здесь как раз уже теряется документальность в словах. И мы уже, ну, вынуждены уберить тому человеку, который говорит, что да, это снято именно в тот момент, именно в каких обстоятельствах. А если он нарушил, как бы разрушает наше доверие в какой-то момент, что делать? Ну, вакуум. Понять, что это визуальный кодекс классификации. То есть переместиться на другую сторону. То есть граница все равно нужна, правильно? Граница нужна. Граница? 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 Друзья, такой вопрос. Допустим, берем фотографию, любую, даже вот эту. Насколько вам важно, было оно так на самом деле? После этого ей присняли. Вот насколько сам этот факт важен? Что это поставили? Победа была-была, подружали-подружали. Вот, факт. Есть. Но так, она красива, она интересна, она запоминается. Она на целевую аудиторию работает гораздо лучше, нежели сама фактическая фотография снятая, самая правдивая. Да. Целевая аудитория не так сильно заинтересуется вот этой фотографией, как заинтересовалась эта. Ну, просто есть несколько, вот, что я хотел сказать, есть много стратегументальностей. Самый глубокий слой – это вот тот самый момент, тот самый флаг и то самое место. Вот это интересует малое количество людей, на самом деле. А вот общее окружение – Берлин, Берлин, Крестак, Крестак, Победа, Победа, солдаты наши, наши, флаг наш, наш. Всё. Мне кажется, мне кажется, тебе просто придется вырубить некую проивычку, не знаю, в том, чтобы понимать, что документальная фотография не всегда может быть красивой в художественном плане. Это, как говоришь, некрасивым человеком, на мой взгляд. Тебе проще воспринимать красивое лицо человека, нежели видеть какие-то уродства в его лице. И он тебя быстрее располагает. Но суть-то не меняется, он такой же человек, как ты. Я думаю, что фотография документальная имеет свой смысл, нежели фотография постановочная. Какой? Что? Ну, вот вы имеете, фотография документальная имеет свой смысл, нежели постановочная. Какой? Ну, то есть... Ну, например, если бы вот та левая фотография... Ну, то есть, какой смысл имеет фотография вот эта, отличая от вот этой? Смысл, смысл, правда. А там тоже не правда. А может, там через 10 лет окажется, что это тоже постановка? Просто тут всё просто. Там есть другие исторические данные, что Берлин, Победа и всё остальное. А были ли американцы на Луне? Вот до сих пор годы. Есть фотографии. А что? А может быть постановочные ли? Нет? Да, вот именно как раз за такой ситуацией, мы не понимаем вообще, чему тогда можно верить, а верить ли вообще почему-то появился такой жанр, как Мокьюментари. Да? Наверное, все вы знаете, Мокьюментари – это такой жанр фильмов, документальных фильмов, условно говоря, все документальное кино, который, ну, подделывается под... то есть это игровое кино, которое подделывается под документальное. В котором авторы сначала дурачат зрителя, выдавая свое постановочное кино за документальное. И этим занимается мой бывший однокурсник, я училась во ВГИКе, мой бывший однокурсник Иван Твердовский. Может быть, кто-то из вас видел его первый игровой фильм «Класс коррекции», который шел недавно в кинотеатрах. Вот. И он до этого снимал как раз такие Мокьюментари, то есть дурачил, ну, то есть в полном смысле слова дурачил зрителей. Именно поэтому возник именно этот жанр, из-за того, что вообще непонятно стало, а можно ли чему-то верить, да? В том числе и ситуации высадки американцев на Луне. Да, вы... А можно и тюрьму, хорошая цена? Да, вот, конечно, да. Ну, по крайней мере, она совпадает с моей точки зрения. Значит, суть в том, что фотограф снимал очень много сначала репортажей всякого на улице, и в то же время их публиковал в газете. И плюс он снимал много постуночных фотографий, складывал это в ящик. А затем в течение времени эти фотографии, когда пришел в другой журнал, стали использовать в качестве иллюстративного материала. И вот он пишет, что я поставил свои фотографии на раздельные линии между репортажно-документальной и постуночной фотографией. Сейчас большой спрос на ту же постуночную фотографию 90-х годов уже прошлого века и тысячелетий, и таким образом она становится документальной документом времени. то есть она фиксирует. Автор. Ну скажите. Автор. Александр Чекменев. Да, Александр Чекменев – это такой известный украинский фотограф. Вот, в частности, его фотография одна висит. У него очень интересные постановочные как раз портреты шахтеров. Он имеет в виду свои фотографии 90-х годов. Он очень много снимал шахтеров. Я вам обязательно пришлю ссылочку посмотреть на его фотографии чудесные. Вот. И, на самом деле, то, что он говорит, он говорит про себя. Имея в виду свой опыт, свою жизненную ситуацию. Давайте, может быть, кто-то еще имеет что сказать. Да, Альбина. Я очень мало думала о границах и правилах, когда я снимаю. Я делаю это не задумываясь на вдохновение и как чувствую. А если ничего не чувствую, предпочитаю вообще не начинать. Мне кажется, границы правила существуют, чтобы о нем говорить или чтобы не предполагать теория, но на практике о них лучше забыть. Татьяна или я, Роберт, Париж-Франция? Наверное, я все больше соглашусь. С каждой минутой мы все больше соглашаемся. Авторы не говорили о том, о границе документальной или не документальной. Можно, скорее, говорить о правилах неких съемок, что она снимает как чувствует? А в основном, или нет? Нет, она имеет это в виду, что она снимает как чувствует, и для нее нет этих границ. В том смысле, что она не делит никаким образом одно от другого. И она вообще об этом не думает. Она пишет, что, наверное, эти границы существуют где-то в другом мире, в теории. Я же на практике о них никогда не думаю. Ну, и, в общем, если вы посмотрите на фотографии, которые снимает Таня Ильина, это такие постановочные портреты. Она компонует, в прямом смысле слова, людей в пространстве. Будь то люди с синдромом Дауна или, кажется, тут они тоже есть, трансвеститы, которых она снимала, нет или нету, да? Она их всех, ну, в полном смысле слова, выстраивает. Но при этом она не считает, что это не документальная фотография, но при этом и не считает, что это постановка. Ну, то есть, как бы, для нее нет таких вот границ, которые разделяли нашу аудиторию. Ну, почему бы запросить, ну, спустя неделю свою постановку, что они документальные уже есть? Вот. Фотография. Ну, я думаю, что тебе это всегда есть. Ну, тогда живопись быть не может определить. Потому что уже не скучно. А почему нет? Он стоит вот на прямом смысле. Хороший документализм. Нет, шутки шутками в свое время художники, наоборот, максимально стремились к тому, чтобы изобразить реально. Для этого использовали камеры вскоры, срисованы все. По сути, вот почему нет? Как же можно считать? А фотография, точка, ракурс? Вот помните фотографию Путина, которая всем впечатлилась, он снят снизу, вверх? Ширий там. Я, ну, не знаю. Я только спадный, я не знаю. Ну, не важно. Просто точка съемки делает из него, из него, из него камеры, делает из него камеры. Да. Это Поксимишин, что ли? Поксимишин. Поксимишин, это когда он умеется. А, Платон такой? Да, да, да. Ну, да. То есть, к тому, что, мне кажется, это опять же надуманная проблема. Не, ну, на самом деле, чтобы снять значение, цель. С какой целью вам нужна эта граница? Для того, чтобы снимать, для того, чтобы смотреть и знать, чему верить. Вот и все. Все определяется изначально целью. Как и фотография, кстати. С какой целью снято, вот, например, левое, и с какой целью снят вот эти правые, да? Ну, здесь как раз возникает… Я думаю, что вы это не хотите сказать, да? Здесь возникает следующий вопрос, да? Если мы говорим о том, что, ну, для нас становится важным, да? Что становится важно в этой ситуации, когда, ну, важна для нас граница или не важна, ну, или она вообще не важна, нужна она или нет. То есть, вопрос заключается в том, что для нас важно, когда мы занимаемся тем, чем занимаемся. Словно говоря, фотографируют, да? Для каждого, наверное, свое. Для каждого свое. И именно на этот вопрос я попросила ответить представленных здесь людей. Поэтому я предлагаю сделать следующим образом. Ну, кто из вас хочет, подходит к нашему стенду, выбирает понравившуюся фотографию, поскольку я считаю, что, на самом деле, не важно, есть ли они границы или не есть. Ну, каждый это устраивает для себя свою целью, с которой он хочет это сделать. Но самое важное – это понять, что важное для него самого, для каждого из вас, для меня, зачем я что-то делаю фотографии, для чего это мне нужно. И именно этот ответ написан на обратной стороне этих фотографий. Вы подходите, выбираете понравившуюся вам фотографию, отрываете ее от стенки, показываете нам и наши трансляции, читаете, что важно для того фотографа, чья это фотография, и после этого говорите, что важно для вас. Зачем вы занимаетесь фотографией? А вы зачем занимаетесь фотографией? А потом я скажу, зачем. Ничего. Почему? Вы на первой, мне тогда вы эти фотографии знаете, смотрю на меня уже только не ниже. Она не ничего написана. Я ничего не написана. Первый квадрат. Не, на самом деле, просто здесь две фотографии одного автора, ну, может быть, это даже заметно. Да, и поэтому вы можете прочитать, что написано на этом. Главная фотография для меня быть искренним, честным и снимать то, что очень любишь и что тебе близко. Подпишусь под каждым словом. Екатерина Соловьева, Гамбург, Германия. Да, это очень хорошая девушка-фотограф. Русская, но живет в Монии. Но вы можете себе забрать понравившуюся фотографию. Если хотите, конечно. Спасибо. Ну, давайте, давайте, давайте. Ну, что вы боитесь? Пока все фотографии не забрали... А? Попадайте посмотреть. Да. Не, он нам не нужен даже. Самая главная фотография – это способность заставить зрителя переживать сильные эмоции. Федор Тилков. Да. Федор Тилков. Екатеринбург. Что для вас важно? Вот это важно для Федора Тилкова. Очень классный екатеринбургский молодой фотограф. Вот. Это его фотография. Что важно для вас в фотографии? Фотография как изображение или как процессия. В полном-другом вообще. Нет, просто как в процессе это некоторое… Ну, чем-то на какую-то медитацию похож на… На что? На медитацию. На медитацию. Голова очень хорошо очищается, когда ты с этим занимаешься. Когда идешь в город или куда-то, поехал на природу, и не гляжешься, и ничего. Ну, не гляжешься. А если изображение, точнее то, что изображено… Ну, наверное, я считаю, важно что-то… То, что говорила Брессон. Просто поймать момент. И такая смесь Брессона и следующий был Гидлин Смит, который был мне прочь иногда постановочкой такой легкой. Скажите за тебя! Важно фотографии приобрести, переизобрести язык и не распознать его авторство. Аксения Юркова. Юркова. А давайте шаг вперед, кто говорит. Вот такая вот фотография. Это из ее книжки последней, которая недавно вышла. Ну, она немножко такая… На самом деле… Что для вас важно? Для меня важен процесс понимания того, что происходит снаружи меня, и насколько оно мне близко. То есть те эмоции, которые я вижу, они для меня такие же, как и для других людей, или они все-таки какие-то мои личные. В этом плане, кстати, могу согласиться с автором. То есть надо попробовать посмотреть на мир другими глазами и как-то немного отстраниться от него. И с другой стороны, может даже что-то новое для себя познать. Угу. Ну, здорово. У вас получается? Ну… Иногда. Стремлюсь к этому. Отлично. Так, кто у нас дальше? Показывай. Важная фотография просто и сложная. Человечность, так как людей снимают. Честность, так как это тоже люди. И откровение, так как сам открываюсь перед ними, и сам должен быть человеком прежде всего. Александр Чекменев, Киев, Украина. Да, это вот как раз про которую мы говорим. Да? А для вас все-таки что самое важное? Для меня важна гармония в этом кусочке реальности. Чтобы все было гармонично. И не важно, постановочка она, постановочная. А как вы определяете, гармоничная или нет? Интуиция, скорее всего. Я думаю, есть какие-то правила, но больше интуиции. Для каждого. Спасибо. Ну, там уже что-то еще помимо границ начинает трусоваться, да? Так что… Да, да. Кто у нас дальше? Следующий. С самой одной стороны, да. Для меня это возможность с ее помощью или за то, что невозможно высказать и объяснить дальше по самому. Для меня Елина фотография оказалась самым доступным способом, спросить то, что я чувствую, удивиться тем, что я вижу. А Наташа помогла мне лучше узнать себя и открыть из себя много вещей, о которых я раньше не задумывалась. Татьяна Елина Робик, как раз уже упомянутая. Париж, Франция. Вот и, кстати, ее вот эти все маленькие люди она снимала. А для вас что важно? Мне очень важно. Ну, видите, вы выбрали ту фотографию, которая прям вам подходит. Отлично. Следующий. Самая главная фотография – это искренность. Как-то так. А для вас? Полностью согласен с автором, я ее сразу увидел и поэтому взял. Да, это Тимур Карпов из Успекистана. То, что я сам вижу, хочу показать другим и сделать это как можно более честно и искренне. Вот так. Отлично. У вас получается? Надеюсь. По крайней мере, кому-то нравится. Да, и хорошо. Хорошо. Спасибо. Вам спасибо. Уже не стесняетесь, да? Да. Все равно стесняетесь. Самая важная фотография для меня – это не сама фотография, а стремление автора созерцать и сопереживать. Мария Ионова, Гребина, Москва-Россия. Мне нечего сказать, мне просто действительно выделялся этот кадр, но… А как вы думаете, что там изображено? Тут смерть белочки. Правильно. Цветочка. Смерть белочки, да. Мертвые животные. Да, это серия у нее такая очень известная. Да. Дальше. О-о-о-о-о. Я убила этот шаг. Главной фотографией является способность отсылать к чему-то. Чего-то, чего в ней нет. К универсальным категориям, запечатленным в личном опыте зрителя. В хорошем произведении личный опыт автора соотносится с тем, что составляет личный опыт многих. И зачем считывается зрителем? Скорее всего, это можно сказать про любое из искусства. Петр Антонов, Москва-Россия. Сначала фотография. Я выбрала эту фотографию, потому что она мне заставляет задуматься, собственно, о чем я пытаюсь задуматься через свои кадры. О том, что для меня важно в жизни. О том, что важно другим людям и что важно из этого мне. Обратить внимание, наверное, для себя в первую очередь, то есть, чем могу я кому-то помочь, могу ли я помочь и что действительно можно. Так и постраду. То есть, каким образом Вы считаете, что Ваши фотографии заставляют Вас кому-то помочь или помочь себе? Что Вы имеете в виду под этим видео? Имею в виду то, что я размышляю через фотографию на различные темы, которые мне важны. И размышляю, что из этого я хочу делать в дальнейшем. Абстрактно, просто могу показать в дальнейшем. Абстрактно, я не знаю, котенка или не умоляю силы. Потом Вы не смотрели. Мы к этому эскилируем. Я помог тебе. Допустим, то, что я сейчас хочу снимать, выпускники детских домов. И в первую очередь, хочу разобраться для самой себя, как их выглядит жизнь, как выглядит моя жизнь, жизнь необычного, а именно человека, который не жил их жизнью. И что из этого я могу изменить? Могу ли я изменить? И стоит ли что-то менять в жизни выпускников, которые жили в детских домах? Ну, чисто там, хрень. Я не знаю, что я могу сказать лишь, что это... Нет, ну, это позиция человека. Почему она не может существовать? Она так же, как и все остальные, ну, высказанные до этого, так же то, что мы читаем, оно имеет право на жизнь. В этом смысле мы все разные люди, да? Отлично. Спасибо большое. Что у нас следующее? Ну, давайте, не бойтесь, не бойтесь. Собственно, фотография. Для меня важной, Аня, для меня важной является передача настроения в снимке. Удачная работа, когда, посмотрев один раз, хочется смотреть еще и еще раз. И при этом, чтобы картинка не надоела. Умид Ахмедова. Умид Ахмедова, да, в Узбекистан. Да, известная, почему, успехская документалистка. Но она, правда, уже давно кино снимает, но и историю даже. Что для вас важно? Для меня также является важной передача настроения, а также еще поймать момент на фотографии, что для меня важно. и воспитание каких-то эмоций. Глядя на фотографию или во время съемки? Нет, во время съемки. Чтобы у вас были эмоции какие-то, да? А важно, чтобы зритель потом эти эмоции считал, да? Возможно. Ну, я на случайно решила. Ну, хорошо, начинала, пожалуйста. Для меня самым важным является при помощи фотографии найти ответы на вопросы кто я, откуда я и куда я иду. Нателла, Григо, Лашвили, Тбилиси, Грузия. Вот. Ну, на самом деле, эта фотография не ожидала, что такое будет описано. Да, они, по сути, да, отражают мое состояние. Ну, я соглашусь. Ну, еще, конечно, искренность, ну, как ты видишь, в действительности окружающей, да? И, конечно, важно передать другим людям, что, ну, свое состояние, да, ощущения свои. Ну, пока не получается, но вот. Ну, для этого мы здесь и собрались. Самое важное – это поймать момент, но не по-прессому. Главное – ловить тот миг, когда сюжеты для героев выходят до своей рамки, когда все складывается – и атмосфера, и свет, и взгляд, и многое другое. Так, что на кадре ты уже не видишь конкретного героя или ситуацию, а ты видишь вселенную. Михаил Мордасов, Сочи, Россия. А для вас что? Я не знаю. Важно. Это у кадра из Миша новый снимал в Сочи. Это как раз подготовка к зимней олимпиаде. У него очень такая, ставшая известная серия. Да, это комментарий. Ну, так как я сам не фотограф, я скорее зритель. Вот. Что для зрителя? Что для вас важно в фотографии? Для меня важно, чтобы фотография выполняла задачу, которую перед ней ставит фотограф. Если эта задача – показать детей, то вот нам нужно их показать. Желательно, конечно, чтобы это было красиво. Тогда это заденет… Ну, на это интереснее смотреть объективно. Вот. Но при этом, как таковая, ну, лично для меня, гранем документальности – это когда человек внес изменения в ситуацию только в своем присутствии, не более чем другие. То есть вот он есть фотограф, он сфотографировал момент. Да, он его изменил уже. Но помимо этого он ничего с ним не делал. То есть он там не добавлял, ничего не менял. А другим фотографиям вы не видите? Как вы зрители? Я к ним не верю, просто я их не отношу к документальным. Ну, на мой взгляд. Вот. Ну, и поэтому я считаю, что, например, документальная фотография в каком-то смысле труднее. Вот. Это более тяжелая работа. Ну, вот. Поэтому, наверное, вот эта работа есть. А вы не считаете себя подобным? В смысле, вы вообще… Я вообще практически не фотографирую. Даже на мобильный телефон? Ну, очень редко. Перед нами уникальный человек. Здравствуйте. Я не думаю, что что-нибудь видно. Значит. Это высказывание Юрия Ивашенко. Москва. Самое главное в фотографии – это возможность сохранить кусочек реальности того, что происходит в данный момент, и никогда больше не повторится. Я полностью согласен. Да и вообще, мне кажется, что все здесь присутствующие говорят об одном и том же. Нет, ну, серьезно. Всем фотографам вот важно, как и Юрию Ивашенко, сохранить кусочек реальности. Ну, то есть, тот данный момент. Всем важно показать свое внутреннее настроение в этом снимке. Важно. Важно показать настроение того момента, который они снимают. Грусть или, наоборот, радость. Никто же не будет снимать? Я не согласен. Хорошо. Хорошо. А это скоро ради спор или спор? Просто если скоро ради спор, я просто пойду в себя. Нет, я не согласен с тобой. Потому что для ректоров людей фотография – это заработать денег, например. И тебе, знаешь, особо не важно, как там… Ну, то есть, ты выполняешь какие-то функции лишь потому, что тебе за это платят. Опасно. И особо не фантазики для этого не применяешь. Передача реальности. Какая передача реальности? Ну, нет. Подождите. Вы считаете, что любой человек, который получает за свою работу фотографии деньги, он вообще никаким образом не включает свое воображение, фантазию, опыт и просто… Нет, я считаю, что не каждый об этом задумывается. А вы зарабатываете деньги в фотографии? Зарабатываю я деньги в фотографии. Особо нет. Ну, а почему вы тогда можете говорить с точки зрения человека? Ну, я просто не общаюсь с разными людьми. Я вижу их работы, например, работы в студии. На самом деле от них просто очень сильно тошнит. Потому что эти, не знаю, коммерческие снимки вам никаких эмоций у меня не вызывают. Зачем вы с ними общаетесь? Зачем вы с ними общаетесь? Я не знаю, стоит ли мне отвечать? Не надо. Нет, это вообще не про вас. Нет, я понимаю, что не про меня имею в виду. Просто мне интересно… В свою точку зрения относительно… Не-не-не, в вашу точку зрения относительно… Потому что для каждого из нас, да, какие-то… Ну, просто вот… Ваша мысль… Моя мысль в том, что мы говорим все об одном и том же. За счет этих высказываний. Ну, да, почти. Да и вообще вот насчет границы. Мне кажется, что здесь очень хорошо применительно кривая гауза. Вот… 98% здесь сидящих посчитают, что границы нет. Это пик. По 2% по левую, по правую сторону будут. Одни документалисты просто до мозга костей считают, что нужно спрятать камеру в урне, пусть она снимает, и потом выбрать лучший. Нет, лучше не выбирать, все публиковать. А другие 2% будут ходить там, строить людей как надо. Ага. Вы мешаете, уйдите. Вот. Так что, собственно, вот моя точка зрения. Границы не должно быть здесь, как таковой. Потому что все зависит от цели, как кто-то очень правильно заметил. То есть, если целью было, как в случае со снимком, ну, флаг над Рейстагом, нужно было просто показать советскому народу грандиозность победы. Фотография и показывала эту грандиозность. И трое часов здесь неважно или четверо. Вот. А если бы была цель именно показать, ну, реальность, то показали бы другую фотографию. Но она бы не нашла отклик. Но касательно этих высказываний я уже выразился. Мы все говорим об одном и том же. Для фотографа самое главное поймать настроение, мир и передать себе. Это же искусство. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тебе могут попасть моменты, которых ты не знал, не замечал, не был к ним готов. Камера фиксирует, а ты потом смотришь и осмысляешь. В процессе фотографирования важно, что ты можешь получить кадр, информацию, независимо от себя. Ты в этом смысле не классический художник, который придумывает, что, куда и как нарисовать на поводне. Ты ходишь и нажимаешь на кнопку каким-то непонятным интуициям. Андраш Факет. Что я могу сказать по поводу того, что значит для меня фотография или ее процесс? Мне кажется, что для меня фотография это повод выйти на улицу и проснуться. Если бы не было фотографии, не нужно было бы просыпаться? Нет, я была увлеченностью, а это вдохновленностью своей фотографии. Я думаю о том, что это работа, которую ты можешь показать всему миру или просто посмотреть на меня. Что касается документальной фотографии в целом, вот сейчас я задумывался об этом как никогда сильно, потому что я запланировал свой проект именно документального кино. Но ты уже размышляешь, а стоит ли стилизовать одежду твоего персонажа и как все это произойдет. Но мне кажется, что достоверность того, что ты показываешь через объектив, не делая каких-либо постановочных действий, очень важен в мире. Я не знаю, классификации возможностей, но кино в целом, то есть это игровое кино или документальное кино. Вы об этом задумались? Да, я об этом задумал. Ну отлично, удачи вам, я надеюсь, что у вас все получится. Спасибо. На самом деле, это моя фотография, я ее давно сняла. На самом деле для меня важно, чтобы у каждого из вас, у каждого из нас, у всех, кто занимался фотографией, было то самое важное, ради чего мы этим занимаемся. Ради чего все, иначе это, ну, не имеет смысла. И я очень рада, что у вас это есть, и я желаю вам это самое важное, искать, находить и показывать. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо всем, кто здесь был. Еще раз спасибо Катерине. Напоминаю про то, что я вам говорю в начале, напоминаю, что вы сможете пересмотреть в том числе долгие дебаты. У нас на сайте в архиве лекции, никуда мы это не денем, это останется в истории как документ. Вот. Да, правда, мы его немножко отредактируем, вырезав вперед. Вот. Там же музыка. Нет, там не было музыка, там микрофон менялся батарейка. Вот. Ну, в общем, я вам напомнил, смотрите нас или приходите к нам каждую пятницу, у нас каждую пятницу интересно. Спасибо. Напоминаю еще раз аплодисменты, Кате. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.